Вот знаете, реально, вот, не знаю, мне кажется, китайцы себе за время, когда они поднимали свою экономику, они настолько угробили себе карму, не знаю, репутацию, все, чтобы не делать, о, все, прокатило нормально, прогрузилось вот это вот хреновенько, спасибо, Сережа, за поддержку, и Ева, вам тоже спасибо, вы до этого, так, сейчас надо, да, все, запись мы включили, все, вернулось, взад-назад, ребят, давайте потапаем, чтобы у нас, вернулись зрители на трансляцию, вот, потому что заглючила программка, вот эта, тиктоковская, знаете, вот, реально, вот эти самые китайцы, вот они настолько себе, походу, карму испортили, блин, что вот, что бы они ни делали, оно все равно будет с каким-то вот этим китайским душком, знаете, то есть, вот, вот даже есть, вот, часы, например, да, вот эти, Амосфит, ну, вроде, да, все есть, вроде бы все, но оно в итоге, ну, такая, извините, параша, то есть, оно вроде все есть, но оно работает через такую жопу, через такую просто, ну, вот, это просто кошмар какой-то, вот, и это, конечно, да, это, конечно, огорчает, ну, что поделать, к сожалению, альтернативы нету особой, поэтому, ладно, работает, работает, и, значит, все хорошо, да, здравствуй, Саша, рад тебя видеть, так, ладно, на чем мы там остановились с вами, давайте продолжать, всем добрый вечер, друзья, всех рад видеть, все у нас красавчики, большие молодцы, да, несмотря на то, что у нас вылетела трансляция, трансляция, ну, ничего страшного, она у нас вылетела буквально, там, через пять минут после начала, ну, и хрен бы с ним вылетела, и в рот ему ноги, жаль, был очень хороший онлайн, было 300 плюс человек, вот, но, видимо, тикток решил, что, как бы, да, ну, да и ладно, господи, что нам, ну, грустить по этому поводу, правильно, правильно, а вам спасибо за поддержку, друзья, за подарочки, за лайкосики, нифига вы мощные, четыре с половиной тысячи лайков уже, ну, что вы, это, не прекращайте, продолжайте, мне все нравится, вот, и не забывайте же, не забывайте же задавать свои вопросы, вот, да, и сейчас мы, соответственно, так, так, я, о, у нас сохранился вроде бы даже чат, по-моему, да, или нет, или нет, 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 не сохранил, да, сохранилось, вот, да, в любой непонятной ситуации лайкаем, все правильно, короче, да, вот, давайте по вопросикам пойдем, вот, чтобы не тянуть, так сказать, яйца за кота, вот, сумбурно все началось, но я надеюсь, что продолжится все еще лучше, вот, главное, да, продолжаем тапать, вот, и будем надеяться, что эта жлыга у нас не отвалится в очередной раз, вот, и все будет хорошо, так, а когда не знаешь, над чем в себе работать, как быть, работать надо над тем, где у вас проблема, понимаете, то есть, если, а, у нас музончика, кстати, нет, у нас музыка отвалилась, ну, понятное дело, конечно, естественно, YouTube, АПП, сохранить, вот, понимаете, в чем дело, когда у вас есть какая-то проблема в жизни, вот над тем надо работать, то есть, ваши проблемы, это есть индикатор того, на чем вам нужно работать, ну, если у вас в жизни все хорошо, то, ну, как бы, и смысл в этом всем, понимаете, вот, многие люди, я сегодня записал видосик, да, тебе, родной, про то, как домой иногда хочется, ну, кто-то понял, о чем я, да, и понимаешь, в чем дело, что я тебе хочу сказать, многие пишут, вот, тяжело, когда же это все закончится, но имеется в виду тяжесть, вот это и весь этот геморрой, так, а в том-то и смысл, что мы сюда приходим для того, чтобы поиграть в игру, чтобы выполнить некий челлендж, да, и мы учимся его выполнять, если челленджа не будет, то и смысл нашего нахождения здесь, он также теряется, то есть, а челлендж, как понять, что делать, ну, вот геморрой есть какой-то, денег надо заработать, отношения построить, например, да, там, не знаю, тело свое сделать каким-нибудь эдаким, да, хорошим, красивым, мощным, ну, и так далее, и так далее, и над этим, соответственно, и нужно работать, все очень просто, работайте там, где проблема, начинайте там, ну, уже дальше там, по приоритетности, что можете, исправляйте, если не можете, ищите способ, ну, и так далее, и так далее, вот это и есть жизнь, это и есть, это и есть непосредственно то, зачем это все, понимаете, такие вот дела, ребятки, так идем дальше как правильно прощать своего партнера так же как и всех других людей то есть технология она одна и та же надо понимать я всегда говорю что обида это нарушение баланса это когда вы чего-то ожидали а это что-то или кто-то эти ваши ожидания не оправдал то есть когда вы чего-то захотели вдруг да вот вы это ждете вы вкладываете туда свою энергию до свой ресурс то есть тем что вы просто хотите и фокусируйте на этом свое внимание тем самым вы вкладываете в себя точнее в это ресурс какой-то то есть ваше внимание есть ресурс уже не говоря уже о времени деньгах и так далее и так далее вот вы своей хотелкой на вкладывали туда ресурсы да вот на придумывали себе находясь например в иллюзии в какой-то на придумывали себе того что так должно быть вот обязательно ну условно говоря что не знаю черепаха начнет летать как птица допустим она не летает как птица и это не это не хорошо неплохо черепаха есть черепаха у нее своя задача птица есть птица у нее также есть свои плюсы свои минусы и так далее и так далее ну вот ну и соответственно вас обида то есть дисбаланс вы рассчитывали что вам сейчас придет обраточка в виде бонусов да то есть такая же энергия вам придет то есть условная черепаха которая должна полететь как птица принесет вам радость она не приносит у вас ну получается дисбаланс ай-яй-яй как же так беда печаль не понагибать да и у вас появляется обида теперь ну как говорится вопрос а что же с этим делать да надо простить что значит простить простить это понять что да блин хватит требовать а черепахи того чтобы она летала как птица зачем это нужно это не нужно то есть прощение это фактически отпускание ваших каких-то надежд мечт мечт мечтаний и мечтов понимаете вот и все так что точно также вы прощаете всех абсолютно людей их нужно прощать не для того чтобы там знаете как сказать что они не виноваты они могут миллион раз быть виноватым дело вообще не в этом вы за собой тяните это говно под названием обиды понимаете вы на кого-то там то есть вы строите мы от смотрите мы зачастую мы зачастую строим какие-то абсолютно неадекватные видения этого мира да то есть мы нам кажется что вот этот мир он должен быть именно таким но опять же почему нам так кажется но нам в детстве ну самого раннего детства нам разные хорошие люди до втирают всякую шнягу ну бабу по-другому не скажешь ну и соответственно мы в это свято верим но от того что мы в это верим понимаете объективная реальность она ну как бы немножечко другая мы можем жить какое-то время в иллюзорном этом мире и в принципе радоваться и многие люди так и живут но когда мы хотим еще чтобы кто-то другой в этот мир подключился да это же с нами вот так вот жилы и там не надо удивляться что иногда может человек не согласиться а то и по башке тебе дать хочешь жить какой-то иллюзии в своей где ты там я не знаю ну вот как у нас да там великие укры до вырывшие черное море но кей хорошо живи в этой реальности но если ты хочешь навязать это другим ну извини столкнешься с тем что они могут быть не согласны так и здесь понимаете то есть прощение это не какая-то понимаете такая этикетская заморочка в стиле карнеги нет это вполне конкретная такая штука по наведению баланса в своей психике то есть вы просто перестаете цепляться за какую-то вообще хрень которая вам не нужна так что как-то так так друзья всех рад видеть всем большое спасибо кто подключается спасибо что лайкайте уже 12 тысяч отлично вот продолжайте делать то же самое да у нас начале к сожалению отвалился стрим по техническим причинам аж мне пришлось компьютер перезагружать никогда такого не было ну ничего страшного это все херня мы сейчас продолжим ответить я сейчас продолжу отвечать на ваши вопросики ну вот на вы их не забывайте задавать вот отвечаю по очереди ну вы знаете в общем друзья да кто же котяра задает нам вопрос как найти смысл и желание к жизни ну давайте начнем с того что желание жить она как раз таки непосредственно связано со смыслом вашей жизни то есть в чем идея идея в том что хорошая кстати водичка открыл для себя надо не дешевая но короче там набор магния короче классная вещь рекомендую особенно если у кого жкт какая фигня то прям вообще нормально единственное единственное что если много много ее всадить то может как говорится это шпингалет сорвать вот крестово аккуратнее так вот а мы про смысл жизни и желание жить смотрите мы все люди приходим сюда до максимум одну бутылку в день все правильно называется донат вот называется донат и да это да там максимум одну бутылку в день потому что это самое корневище может вырвать вот хотя опять же ничего страшного но все равно смотрите о чем это я о смысле жизни вот мы все сюда приходим для того чтобы выполнить какую-то свою миссию важный момент миссия какая-то это не обязательно спасать галактику это не обязательно она должна быть какая-то хорошая белая светлая это может быть вообще все что угодно твоя миссия может быть прийти сюда быть дворником улицы мести и в этом ничего плохого нет абсолютно то есть может быть ой хорошая водичка может может быть все что угодно понимаете вот и когда человек этого не добивается то есть не выполняет свою миссию ему и не хочется жить да у него радости в жизни абсолютно ни хрена нету совершенно вот теперь самый же главный вопрос да а что же делать как же найти эту миссию то есть вы должны понять что ваша миссия в жизни то есть она это вот сейчас я расскажу как найти конечно же но первое что я хочу вам сказать господи да что ж такое ну вот я извиняюсь шторит я хочу вам что сказать многие люди воспринимают неправильно что миссия это как что-то великое или творить доброе добро поймите ну это ну нет такого творить доброе добро там гитлер попал в рай если уже на то пошло понимаете ну то есть чтобы вам понять вот смысл вот этого всего то есть такие люди как этот человек которого я назвал они ну условно попали в рай то есть они выполнили миссию опять же нет такого понятия отра это все библейская замануха но дело в том что вот вы должны понять что даже те кто выполняет свою негативную плохую миссию да или как вам кажется будто бы плохую выполнять миссию потому что мы так любим раздавать вот эти вот знаете там разговорчики по поводу того кто плохой кто хороший там кто силы тьмы кто силы добра света там ну и вот да там зайдешь в комментарии он сегодня тоже в кирилловке медузы значит мор медуз произошел огромное количество хрен знает почему опять же периодически такое случается ну и заходишь комментарии там начинается медузы мрут без украинцев ну естественно именно именно же из-за этого конечно то есть не доходите до этого сумасшествия то есть не надо но понятно что есть притрушины их огромное количество они он то есть если медузы подохнут в одессе вот на данный момент то это значит что это так случилось такая жизнь да если в кирилловке то они значит то есть не надо ну бывает такое после шторма выносит огромное количество медуз например бывает шторм когда допустим где-то их прибивает потому что их там поглушила по помотала понимаете здравствуйте катя рад вас видеть то есть я вам сейчас о чем говорю о том что вот когда мы идем по поводу вот разговариваем по поводу миссии по поводу вот этого всего не надо уходить в эти неадекватные крайности кто хороший кто плохой кто там это туда-сюда не не это не важно вы должны понять что миссия может быть любая и ваша миссия то понимаете вот сейчас вот я как раз и говорю о том как же найти непосредственно свою вот эту миссию да это задавать себе вопрос банально а чего я хочу понимаете для каждого человека есть свой кайф жизни понимаете кому то нравится вот банально быть дворником полмести понимаете кому то нравится сидеть разговаривать да вот саша молодец за мрут потому что нет потужности да это факт вот и кому то нравится сидеть и разговаривать кому то нравится вот как я сижу с вами разговариваю передаю вам да какие-то знания готовлю для вас кое-что интересненькое ну это будет не для всех интересненькое но для кого то будет совсем интересно вот то есть задавайте себе вопрос чего я хочу вот как найти свое вот это да предназначение да блин задавайте каждый день себе вопросу жизнедеятельность свою ведете идете на работу задайте себе вопрос я хочу туда идти или нет если вы говорите ну только честно надо отвечать надо честно себе признаваться нет не хочу задайте здесь следующий вопрос какого хера ты продолжаешь туда ходить почему ты ничего не меняешь разговоры о том что тяжелая жизнь ну можно было посидеть поговорить жизнь тяжелая там вечно кто-то виноват все все плохо да все очень печально и так далее так далее понимаете ну окей так можно думать а можно начинать ну вот есть представьте но я не знаю есть у вас допустим если хороший пример вот как взять и решить какой-то вопрос до сложный вот представьте что у вас есть допустим пачка соль вот я недавно соль купил соль но той обычная соль в этом в пакете сколько килограмм да по моему килограмм соли вот у вас есть и это ваша ну какая-то условная за долл а сурикат сурикат заехал спасибо большое лена спасибо огромное даст у блин как и как я суриката пропустил ну ладно главное что он есть сурикат это очень хорошо сурикаты это прям или он у меня не отобразился ну тикток ну очнись ну что с тобой что ты такой плохой не стал шум не с телефона стримить но с телефонов не прикольно лучше добыл сурикат я знаю на телефоне у вас обратно а отобразился еще один да 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 увидел все огонь лена спасибо огромное спасибо дал меня просто он меня отображается короче да не немножко не в том месте куда я смотрел все отлично все сурикат это просто огонь спасибо уже есть смысл увидел сурикаты продолжая эфир да супер да спасибо лена еще раз сурикаты такой друзья и всем спасибо за поддержку так вот я просто обрадовался хотел увидеть суриката а тут он и целых два раза все сурикат это нифига нифига чем было соля ты чё даешь ох ты глазею на тебя шикардос вообще красоте вот это я увидел я увидел очень круто было это было круто вот да вопросы я не знаю катя был ваш вопрос виден или нет я думаю что мы сейчас скажите к 1 вопрос есть или нету вот и дойдем до него так вот ладно короче по поводу соли не той соли которую это это звездочеты знаете вот люди станут нет обычную соль я сегодня когда-то там купить не сегодня на днях купил соль пакет и вот представьте что вам надо съесть эту соль вот типа соль вот это да и то есть ваша задача вот какая-то не просто вот ее надо съесть и какие есть варианты то есть вы можете взять ее в себя так зафигачить целый килограмм сразу но вы же понимаете что с вами будет да вы скорее всего ну скажем так больше задач у вас и не будет никаких после этого понимаете ну вот есть другой вариант эту соль маленькими ложечками маленькими частями или добавлять еду в еду то есть точно так же есть у вас какая-то задача на данный момент она вам кажется нерешаемая она огромная глобальная но почему так потому что вы пытаетесь ее сразу чуть ли не в один день решить то есть вам знаете такая гора большая вы смотрите на нее думаете блин как я туда зайду да то берете и идете понимаете я недавно как вам сказать спасибо виктория спасибо виктор 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 спасибо вам большое да в записи конечно же конечно же да спасибо что были на эфире приходите еще в записи все будет но я надеюсь у нас тут ничего не заглючить не отвалится и запись конечно я закину на youtube так вот понимаете вы должны понять что вот я как-то недавно тоже начал смотреть свои фотографии старые старые и там я был в офигенной форме в офигительной просто да а потом смотрю на себя там ну как я по сравнению с этим что уже там где-то и подкабанел и все такое ну как кажется да пропасть ну так ничего надо брать и делать да может это за занять полгода может год занять так и это сделается понимаете и здесь точно так же опять же мы к чему вот с чего мы начали как найти себя как найти свое предназначение да да очень просто ну блин ну начни задавать себе вопросы чего я хочу это так просто и начни к этому двигаться начни к этому идти потихоньку как-то боком раком как получается понимаешь когда ты хочешь и пытаешься что-то делать то она знаешь она как будто все обстоятельства на твоей стороне происходит так интересно бывает иногда вообще то есть ну как кажется будто бы блин так такое невозможно а потом раз и ты такую нихрена себе да ладно как это вообще вот и все поэтому задавать себе каждый день вопрос я хочу это делать или нет мне она надо или нет и тестировать искать не получается так с другой стороны заходим это простейшая понимаете вещь мы ищем всегда какую-то да это трудно но мы ищем какую-то таблетку волшебную до всегда вы должны понять что трансформация она занимает ну я вот говорю людям ну минимум там три месяца практики какие-то поделать а по факту понимаете поменять свои привычки поменять свои тупорылые повадки это не значит что только у вас они тупорылых повадок нету вот вы думаете я чё просто так пью водичку донат содержание магния и всего остального потому что обожрался сегодня как тварь понимаете ну это это ли не тупорылость то есть у меня сегодня выходной да я сегодня вот отдыхаю до спортивных нагрузок всякого разного рода и я значит как дал ну блин то есть но это тоже глупость но зачем ты обжираешься ну здесь сядь спокойно покушай нормально то есть я к тому что это не просто поменять какие-то свои вот эти вещи это все постепенно и нужно набраться терпения да надо набраться вот вот этого всего до чтобы спокойно это все переварить понять тихо я тоже знаю вот понимаете а мы зачастую хотим вот как-то все побыстрее вот тоже это неправильно это иллюзия все быстро поменяется что все будет ну как бы непонятно что надо себя баловать этаж пирожок хотите когда женщина предлагает свой пирожок это да заманчиво ладно извините немножко несу хуйню вот ну в общем вы поняли я надеюсь как найти себя да вот ладно так друзья спасибо за поддержку хорошие мои да да так мы дальше идем а то я что-то сегодня сейчас заболтался совсем тут и сурикаты насмотрелся и кстати прикольный эффект с этими глазами да подарочек вообще офигенно вот я прям весь до расплылся так мы идем дальше котики как вызвать девушку на диалог 11 месяцев ушел в тишину она боится прямо все обсудить ну дима смотрите ну если вы ушли давайте так хорошо вы ушли да я правильно понимаю что вы ушли от нее давайте разберемся спасибо котяра от души от души очень приятно за теплые слова спасибо большое за ответ вы лучше всегда во благо дима наверное ушел ну ладно смотрите в чем идея дима может в записи посмотрите понимаете ну если человек да вы можете быть виноватым все остальное и ну может быть какая-то борода с этим всем но человек понимаете как окей вы накосячили но вы можете притискать человек извини я там накосячил давай давай что-то решать давай поговорим но если человек ну то есть ваша задача быть искренним то есть если вы действительно как это порешали этот вопрос у себя да то есть вы там провели себе работу над ошибками и действительно искренне допустим сожалеете о каких-то моментах и хотите ну от души поговорить а человек не хочет ну а что вы сделаете ну вы ничего не сделал понятие но если человек вот закрылся можно знаете как я раньше вот кто знает есть такая штука называется дизайн человека да и вот по дизайну человека кто кто шарит вот я манифестор 35 вот то есть манифесторы это такие люди которые могут убедить кого угодно в чем угодно при том они это делают так знаете просто разрывают на глазах у человека его шаблоны с двух ног туда влетают в этого человека понятие выбивают двери связывают его садят на стул и говорят давай сука меняй свою жизнь тварь да то есть у меня такой подход вот но это далеко не всегда работает а скорее это не работает практически никогда почему потому что да я могу человека в моменте что называется нагнуть хорошем смысле слова и ну как вам сказать но откатиться все равно потому что это не его решение потому что когда я уйду из его жизни все будет тоже самое я такое видел сколько раз вот так это при том что у меня такая способность есть это не у каждого есть такая фигня да вот так вот человеку на мозги накапать ну вот поэтому большинстве случаев подавляющим большинство людей даже ну не может и так сделать то есть даже вот был бы я на вашем месте я просто так делал я так делал с людьми и да они в моменте где-то менялись его даже есть знаете даже есть фотографии вот один человек там был хочу греха таить там бывшая короче вот и мы короче как и я что же там это было у меня дело спасательством занимался да знаете такое поспасать ну ты я все давай короче туда сюда я все будет там это значит приправляем это какими-то значит сексуальными игрищами чтобы это было веселее проходить трансформацию и человек реально поменялся то есть даже вот фотографии там люди которые этого человека знали до какое-то время потом смотрели ни хрена себе это да ладно это она что ли да хорош ну вот а потом когда мы расстались она стала такой же ну то есть все откатилась опять понимаете и грош цена вот этим все ну и я уже молчу о том что закончилось все по нашей доброй старой русской традиции максимально хуёво понимаете то есть я это все к тому что понимаете ну не но человек сам должен принять решение но сам должен принять ну как вот как ты сука не крути но можно его да можно его елена от души но вы знаете чем растопить мое сердце новый гуси на лета все я поплыл вы ждаете мою слабость гусян да я обожаю гуси гуси же это охуительно ладно чем вида бывший за дай бог здоровья короче я к чему я к тому что но вы поймите не надо на человека даже из самых благих намерений не надо вы понимаете он сам должен это принять человек что я хочу давай врываться давай что-то делать давай как то без этого ну нет не нужно так что придите человеку предложите дима это вот ответ на ваш вопрос предложите ей поговорить если она не захочет это ее выбор сегодня не не любите мозги не себе не ей и будет все замечать друзья вам большое спасибо за поддержку да я на гуся ну вы поняли на гуся я всегда реагирую так что я но я вон такой охуительный он просто ну вообще кайф вот но тем не менее друзья я знаю что и другие ребята вон наташа значит валентина кто у нас еще человек со сложным ником я это не могу прочитать простите милая девушка с розовыми волосами я не знаю как это читается и все остальные спасибо вам большое за подарочки я все вижу я вам бесконечно благодарен друзья также за ваши лайкосики ольга так и запишем все ольга это хорошо вот спасибо большое лиза добрый вечер лиза еще вчера мы были вдвоем еще вчера не знали о том как трудно будет ладно все тихо тихо я тут недавно увидел блин хочу найти запись прямо на ютюбе пока не нашел может не выложили творческий вечер андрея губина плодит это разрыв просто всего этот так охуенно и я очень рад за андрея ему начали его начали вытаскивать человек каком-то смысле опередил свое время он появился раньше чем должен был ну это так если понятно что он появился тогда когда надо было но я имею ввиду что ну грубо говоря ему больше места сейчас в этом времени чем тогда и по нему конечно проехалась там жизнь но его вытаскивают потихоньку я не знаю выйдет ли он на сцену или нет но то что он перестанет страдать это факт вот я за него очень рад я сегодня переслушал огромное количество его песен и может кто-то видел это в юрмале по-моему было вот этот концерт где пели разные звезды его песни вот у него у него вообще сумасшедшая энергетика вот эти вот он седа попса но она сильно отличается в лучшую сторону от это вот сейчас скажу такую вещь странную но это человек где-то на уровне вот он как вам сказать может быть не в техническом плане в плане шоу музыки а вот в плане энергетики это человек ну где-то очень недалеко от майкла джексона то есть до майкл он улетел вообще в космос у него там да свои какие-то моменты но вот именно по энергетике по наполнению песни по их мелодичности губин это конечно это да и он немножко опередил свое время к сожалению и ну не знаю посмотрим может быть огромное количество песен эстрады это песни губина вот многие даже не знают что это его на самом деле песни ну вот и он действительно такой он очень цепляющий он очень ну у него в сочи это а новая волна это в сочи было прикольно классно да он он классный его его вытаскивают его вытащили потому что но он настрадался он ну он по глупости понятно там да он немножечко немножечко влетел так сказать в маргарин но я думаю у него теперь уже точно все будет хорошо сейчас видите время такое проходим каждый свой черный ретрит ладно друзья что-то меня тянет сегодня на всякое такое давайте дальше давайте дальше как дела спрашивает я надо замечательно с каждым днем все лучше вот и это очень хорошо так а для чего нам становиться лучше чтобы что чтобы быть лучше ну марьяна смотрите дело не в том лучше и хуже глобально если мы поговорим про мироздание да например в чем смысл этой игры то что нам нужно знать то что мы понимаем это накопление внутреннего потенциала энергетического то есть грубо говоря мы набираем энергетику уровень личностной энергетики да и это наша задача в каком-то и вот в каком-то смысле наше выполнение нашей миссии это и есть накопление внутреннего потенциала ты знаешь что мы становимся лучше хуже это не совсем корректно понимаете ну наверное лучше чтобы становиться давайте я вам так давайте ладно приземлимся немножко да то мы прям совсем отлетели в какие-то в какие-то небеса давайте давайте более по приземленному вот элементарно нужно становиться лучше ну например образование да богаче красивее для чего чтобы качество вашей жизни повышалось то есть когда например вы разбираетесь в каких-то моментах ну я не знаю условно говоря но я не знаю вы знаете как заработать денег у вас их становится больше да то есть вы понятие механизм денег и вам становится легче жить то есть вы можете пойти купить себе просто воду за там она 150 гривен стоит литр воды и не умереть от того охереть как это дорого допустим или вы можете пойти себе ну допустим там есть какая-то проблема на территории где вы живете вы все вещи спокойно оставили приехали в новое место купили такие же даже еще лучше и не паритесь вообще понимаете вот для чего для чего нужно бы выглядеть привлекательно ну чтобы что называется эти люди все равно смотрят на картинку так или иначе да и самим вам же приятнее посмотреть на себя в зеркало и сказать какой я красивый или красивая но у вас есть право этого не делать никто никому ни к чему не готовит эта игра поймите вы можете у вас есть право выбора вы здесь вообще легко можете деградировать вот прям деграднуть можно вот да посмотрите вокруг вообще столько примеров как можно деградировать я вас уверяю то есть ну никто не пытается вас там куда-то затянуть ну как не то что затянуть никто за ухо никого не будет тащить понимаете в чем дело никому это не надо кроме вас то есть вы должны понять что если вы не будете как-то работать над собой но вы просто плохо закончите у вас сначала уровень жизни скатится вообще в говно ну то есть он будет очень плохой очень низкий вот видели люди которые живут тут вот понимаете в чем дело вот обратите внимание на людей которые живут бедно все их жалеют говорят что но вы посмотрите они рассуждают даже иначе они по-другому разговаривают у них нету идеи например заниматься спортом понимаете у них нет идеи как-то там здорово питаться вот и это по голове то ну это не потому хотя и возможности есть понятие это сейчас я бегаю я могу себе купить там кроссовки new balance там 1080 там 13 версию которая стоит там по скидке 55 сколько она блять 5 600 гривен она стоит да это стоящим то долларов потому что она там амортизируют она там нихуя себе какая ну прикольно да согласен прикольно но начинал я бегать в ушатанных блин кедах обоссанных я бы даже сказал понимаете в какой-то футболки непонятные в каких-то шортах это часто шорты выбираю так что там подкладочка была чтобы яички там ну нормально значит коки мои были когда я бегаю дашь у меня писос там лежал и тоже ну кайфовал короче придумал там все вон часы и там значит пульсовые зоны на пульс ники на жоп ники там какие-то блять под телефон там то херня бежишь блять обвесился как красивый понимаете но опять же когда-то у меня этого не было и ну была идея что надо все-таки что-то делать это хорошо это прикольно но я к чему это все говорю к тому что вы поймите все идет в совокупности параллельно вот вы говорите я не вижу финальной точки так если вы не видите финальной . вы ни к чему и не придете и я за вас эту . не увижу солнышко понимаете в чем дело и никто не увидит за вас то есть тут очень простой то есть вы допустим думаете вот вы говорите мне тяжело вот в чем вам тяжело смотрите ну вы можете допустим вот вам все говорят вокруг надо заработать миллион долларов да вы можете сказать а мне не надо допустим допустим и это нормально если вам не надо то все не надо и не надо и не не ради бог но если вы понимаете что выходе ну вам например надоело ездить на общественном транспорте вам например хочется там я не знаю допустим пойти в супермаркет и искупиться несмотря на цены ну так чисто вы так о интересно вот это у нихуя да сколько но это не проблема для вас купить да то есть у ну грубо говоря вы там особо не заморачивайтесь а вот например у меня была такая ну был у каждого была такая наверное история да ну многих когда приходишь и думаешь вот у тебя есть там там условно 500 гривен и на них надо как-то прожить тебе там неделю и ты там покупаешь себе какое-то да то есть если вас такое не устраивает и вы хотите чтобы это было как-то спорта надо к этому идти и надо развиваться вот вам цель то есть опять же я ну поймите никто за вас эту цель не поставит кроме вас точно так же красивое тело если вы не понимаете зачем оно вам надо то и не надо тогда ну ты все так что лапочка ну тут ну вы поняли я чуть про другое ну так вы скажите прошу про смысл жизни ну смысл жизни чтобы ей радоваться понимаете ну радуйтесь жизни ну задайте себе вопрос блин в вечном плане да вы вот смотрите вы задумаетесь вот на чем вы вечная душа как и я как и все здесь присутствующие ну по факту вы бессмертны и вы вот говорят там вот этот мир какой-то непонятный вот где мы находимся ну вы зачем-то сюда пришли ну вы задумаетесь об этом ну вот ваша чё-то моча в голову вам ударила надо вот здесь вот воплотиться чё-то сделать понимаете вот да то есть ну надо получать удовольствие кайфуйте у каждого свой кайф есть какие-то правила опять же да вы их можете нарушать у вас полная свобода вы можете их нарушать только ну последствия будут понимаете ну можно спать на железнодорожном пути можно ну просто когда-нибудь вы не проснетесь или проснетесь но как это лучшая ваша половина то есть все никто ничего не запрещать делаешь хочешь и радуйтесь да да вот вот в апреле кайфуйте жизнь 1 ну бузова вот она понятие при всех ее там при всей и кринжовости этой бузовой но она права но она реально права ну знаете вот многие там говорят вот я хочу построить отношения какие-то такие там семью а по факту ну не надо эта семья 300 лет ему надо я не знаю там блин шпилиться с толстым негром у которого красивый питон понимаете ну иди шпилиться с негром какие проблемы нет люди все выдумали я вот это хочу но опять же посмотрите как ведут себя дети посмотрите как они ну как они вообще они все тестируют они пробуют они задают неудобные вопросы понимаете в школе вон некоторые учителя просто иногда им повеситься хочется от того что они пытаются им этим самым как его пытаются им какую-то повесточку загнать ну типа там надо родину любить а ребенок спрашивают а зачем ну вот объясните ребенку там условно шестилетнему до в первом классе чему ну чему так он обязан своей родине какая бы она там ни была неважно да хрен вы ему объясните потому что действительно вы начнете задумываться блин а это же и правда а что это только родина привыкла диктовать правила вот и обязан ты там это чё ты за права решить иди защищай а по факту если посмотреть то ну как бы ну большой вопрос надо ли но это так просто к слову так что же этот микрофон сегодня цепляю цепля и вы каждый сам для себя должны выбрать чего я хочу и вы должны понять что развитие это не то как вы придете к какой-то точке сядете на жопу и будете радоваться нет там потом дальше еще 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 это процесс бесконечный он интересный в этом его вообще смысл блин всего понимаете хватит страдать от того что вы как-то развиваетесь и чё-то делаете такая же вот фигня вот смотрите допустим вот опять же приведу пример занятия спортом поначалу это очень тяжело заставлять себя бегать потому что иногда бывает жарко или там если утром проснуться это не всегда хорошо ты не всегда восстановился но вчера ты железо таскала сегодня тебе надо просыпаться просыпаться лень а потом ты уже проснулся уже десять а уже жара вот а потом у тебя консультация и тебе надо там допустим да то есть ну не всегда это бывает нет ты берешь и делаешь все равно и потом тебе потом тебе уже без этого тяжело тебе уже в кайф это то есть казалось бы это напряг какой-то да но тебе это в кайф понимаете и так вот в жизни не надо бояться вот этих вот трудности ну задайте себе вопрос типа ну знаете вот произошла какая-то херня вы на интересно как получилось давайте посмотрим что тут да вот попытайтесь подняться над этой проблемой нам пытаются рассказать там о каком-то горе страшном там огромное количество людей рефлексирует от того что один флаг поменялся на другой где-то хотя по факту допустим в том же населенном пункте да где это случилось нихуя не поменялось а может даже и в лучшую сторону поменялось а у людей трагедия при том они там не живут даже вы понимаете понимаете какая вообще дичь а люди страдают люди плачут он как там с медузами медузы умерли в кирилловке потому что оттуда уехали украинцы ну это я же ржал сегодня в голосину просто даже надо до такого додуматься то боже ай ладно короче тут то бен и я ответил уже на ваш вопрос можете в записи посмотреть но давайте я вам еще быстренько накину как узнать на чем работать в себе пока я ищу другой ответ точнее другой вопрос по вашим проблемам вот где болит там надо решать понимаете вот у вас пришла какой-то геморрой в вашу жизнь ну все работаете над этим но я уже рассказывал историю как я например решил что все надо заниматься спортом при том конкретно и надолго когда я значит завязывал шнурки я такой наклоняюсь и мне чуть не стошнило потому что у меня пузо вот так сложилось и я так психанул понимаете а так если нету проблемы то и не надо ничего делать поняли идея в чем но это так если вкратце а так вообще запись будет на ютюбе зайдете ну посмотрите я вам там более развернуто ответил по этому поводу так дальше идем оля спрашивает а можно увезти мужчину семи с помощью магии если мужчина баран его можно даже с помощью котлеты увезти или косточки для собак или там еще чё ваш вопрос ушел в небытие катя не ушел в небытие мы до него еще не дошли шоу гоните беса ну в первый раз зайка моя ну не это самое шо вы как не знаю как юная пионерка вот никуда он не ушел я его видел он проскочил можно ли там что-то у мужчины а мужчина что-то ругает там чине короче какая такая херня увидел я бы сейчас ответим замечательно так вот я про что блять а про что я с вами юная пятна это да со мной женщины цветут иногда даже пахнут равно тихо 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 сейчас ребят я забыл вопрос извините задумался о юных пионерках и у меня значит встал вопрос как мне теперь о них не думать хе-хе-хе а вот да можно ли увезти у мужчин собрались а можно увезти мужчину из семьи с помощью магии смотрите Оля объясняю понимаете мы уже говорили по поводу что такое магия не признанные законы физики по факту окажись мы сейчас или допустим мы понятное дело я знаю что многие меня пригласили бы на свидание и не только откатать так сказать вольную программу вот ну пока что как то так но это приятно можно по этому поводу лизнуть себе сосок я себе короче вы поняли так вот что такое магия магия это непризнанный закон физики какой то да вот представьте мы сейчас берем человека условного из 19 века и вот всадим его сюда вот он сядет здесь вот в мою импровизированную студию и просто охуеет от того что вообще здесь происходит какие то шайтан машины вокруг музыка там он плоская херня харман кардон играет блять музыку космическую элана понимаете там какие то стоят хреновины палки тут эта херня светится та смотрит там меня показывают люди что-то пишут ебай то есть магия и если он приедет домой потом и об этом всем расскажет ну вы же понимаете да ну в лучшем случае у виска покрутит здесь в том смысле что вот этого мужчину да которого там уводят с помощью что такое магия это какое-то воздействие да мы говорили о полях о психике да что такое психика психика это поля и воздействие на эти биополя также может на человека влиять но когда оно влияет точно так же мы говорили про подселение всяких там сущностей тварей гадов и всего остального да оно имеет место быть но когда тогда же когда человек например вот у него пши заводится если он не моется да вспоминайте мы говорили здесь точно так же то есть если он например бухает вот он не может понять что алкашка блять ни к чему хорошему не приводит он говорит а я только по пятницам я ж водяру не пью я так я коктейльчик пью коктейльчик это не считается это благородно или там коньяк французский или армянский я ну как бы ну ты ему говоришь не пей козленочком станешь разрушить свои энергоцентры он да вообще нормально а потом удивляется почему к нему черти приходят и вот когда человек себя так ведет то есть когда он неадекватно себя ведет где-то и чем больше этих неадекватностей тем соответственно проще его откуда-то там увезти я же говорю не обязательно есть огромное количество мужчин и женщин которых не обязательно там магию какую-то не надо есть женщины условно им он это пиписку покажешь вяленькую а она побежит куда она нахрен денется точно так же и мужчины есть девочка хвостиком махнула побежал потому что у него психическое строение понимаете ну на уровне животного находится помните мы тоже говорили с вами есть разные строи психики животные значит зомбический демонический и человеческий ну это условно опять же поэтому конечно можно можно и зачастую все намного проще чем кажется намного проще кажется что там у человека подселение его там как-то заорканили там туда-сюда я сегодня зашел трансляция попалась тиктоке я тоже орвыш и гор это сейчас ведьма наследница какого-то румынского клана я сразу вспомнил это помните фильм был брат 2 где этот брат значит ну этот сухоруков который брат этого Данилы про Киркорова когда рассуждал говорит одно слово румын так и здесь вот он черная ведьма там потомок румынского какого-то что происходит вот и людям кажется что там все там сейчас румынская ведьма уведет кого-то понимаете ахалай махалай сделает а на самом деле человек просто туп человек просто не может контролировать свои сексуальные потребности например да то есть он не понимает что вот у него зажглось там в районе центра удовольствия да начал гореть очаг так сказать ну вот и все и он побежал с высунутым языком с которого слюни капают понимаете так что ну как бы в общем короче можно но я надеюсь вы поняли идею что тут это понимаете магия это не то чему можно как это чему нельзя противостоять понимаете это противостояние оно очень очень легкое люди там любят амулетами обвешаться какими-то там этими куричи лапки себе вешают знаете там вот в жопу иголки втыкают какие-то непонятные вот ходит как это морской волк жопа в ракушках а все равно ни хрена не получается да на самом деле это ну всего этого не нужно ну мы как-то говорили если что задавайте вопросы так ладно дальше идем светлана здравствуйте андрей рада видеть вас и слышать аналогично подскажите пожалуйста не нашла вторую часть видео какое видео а как отпустить человека где вторая часть видео в тиктоке ах вы маленькие в плейлисте в плейлисте мариночка точнее какая мариночка что у вас мариночка какая-то Марина обо мне думает я люблю тебя Марина все короче светлана заходите в профиль там есть плейлист единственный сейчас я вам покажу что я вам покажу смотрите заходите в профиль ёб твою мать сейчас извините тут что-то ага а мы ну телефон ты а я же а не нормально сейчас подождите сейчас сейчас ага вот так вот вроде получится ладно короче вот видите смотрите сейчас вот он плейлист вот он оп нажали практики да сейчас я вам расскажу откуда нападение готовилось и там вот короче видео то есть плейлист под названием практики заходите и будет вам радость и счастье вот у меня просто фиксированная стоит диафрагма или как она там да оно видите так я пришла к тому что прощение это уход благодарность в том числе когда вы понимаете что надо отпустить вы просто человека благодарите говорите ему спасибо за день спасибо за ночь и все и до свидания или приходи еще ну в общем вы поняли да как всегда рада видеть аналогично аналогично салоха так расстались с мужем нарциссом очень тяжело переживая развод сколько времени нужно чтобы я так понимаю все это дело попустило пока вы не осознаете причины не исправите опять же эти же самые причины сейчас друзья секундочку надо сказать что я на эфире на эфире на эфире вот да так вот о чем это ж я о том что это может была какая-то причина вашему разводу понимаете вот поэтому вы должны это все дело осознать когда финиш часа через два когда вы это все осознаете тогда и отпустят проделайте над собой работу а пока ну вы можете постараться убегать от этого от боли там еще от чего-то но нет опять же эмоциональные привязки и все остальное то есть работа над собой ну если вы прям совсем молодец до года полгода может быть ну как правило где-то годик надо вот пока так сказать перебдеть как распознать а нет расстались с мужем а да все как распознать любовь и привязанность привязанность это тогда вот человек вам делает плохо а вы все равно уйти от него не можете это привязанность соответственно вот идея в том что ваша задача ну вы поймите вы можете к человеку относиться хорошо но если он исполнил на исполнении на каком-то то значит вы должны это все дело прекратить понимаете отправлять его в пешее эротическое и пускай он себе радостный идет с барабаном на шее так так идем дальше тогда ломбат рады вас видеть всем большой привет так сейчас блогера одну слушала про магию очень много комментов подтверждали ну не знаю наверное как придумать свою миссию не надо придумывать ее нужно вспомнить к ней нужно как это прийти ее надо ну просто осознать и будет все хорошо ад это тут на земле это не на земле это в голове на земле все хорошо то есть на земле земля это место баланса где есть и рай и ад условный ад создается в голове у себя ну опять же условно в голове в своем сознании люди создают себе ад и много чего другого не надо создавать его там так 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 если мужчина делает замечание о Катя ваш вопрос если мужчина делает замечание по поводу моей внешности и фигуры то они чувствуют рядом со мной себя типа почему они делают а ущербными ну во-первых они странно как-то себя ведут неадекватно я не не знаю там как вы выглядите ну как я подозреваю что вы восхитительный и прекрасный конечно же но смотрите у всех на вкус и цвет фломастеры разные вот даже если я вижу человека который явно мне не нравится и даже который там например мой знакомый я желаю ему добра я ему такой совет дам только если он спросит понимаете то что они пытаются вам это явно как-то сказать говорит об их какой-то неадекватности то есть ну зачем ну выглядит человек вот так хочет он так ну окей ради бога то есть ну я не знаю что они чувствуют кто-то хочет показаться умнее понимаете ваша проблема опять же в том что скорее всего ситуация обстоит так Катя вы как мы уже с вами говорили накачали себя мужскими энергиями то есть имеется ввиду что вы силу свою богатырскую включили типа я там туда-сюда достигаторство т.д. и т.п. мужчина когда это видит он возможно где-то подсознательно хочет вас вернуть в исконно женское состояние и пытается вам таким вот неадекватным способом помочь ну это как вариант ну вот естественно он ничего сделать не может то есть он как бы это ваша задача не его понимаете поэтому вам надо вообще разобраться с собой а я не спрашивал ну вот все не качал то есть понимаете в чем дело что бывают женщины так выглядят вот энергетика у них такая она может быть там красивая допустим внешне но вот у нее характер такой видно что она и мужчина пытается доброй ночи Ксюша вот и мужчина там пытается но опять же он не понимает зачем это ему надо в кадр попало да купил себе сегодня переходничок с дисплей порта на HDMI а он мне не пригодился он походу либо он не работает либо это я нашел другой способ как все исправить надо будет еще покопаться ну вот ладно нахуя вам это знать идем я хотел объяснить просто что что у меня в руках да наверное кому-то будет интересно вот так надеюсь Катя вам понятен смысл мы идем дальше 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 е камон е боби блять где 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 так сейчас сейчас ну епта да мне надо ускориться со своими ответами потому что блин тут так люди и состарятся все елки шпалки сейчас мы маленькие сейчас сейчас да так 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 если мы еще да это мы видели сейчас да ребят извините за то что я так затупливаю да я просто вот может ли замирать сердце при тревожности ну конечно может оно и при тревожности может замирать и скажем так и при положительных и при отрицательных моментах конечно ну опять же нарушается сердечный ритм то есть понятие нарушается когда-нибудь но это я уже думаю будет закрытом сообществе больше вот этой информации всей я помню о чем мы говорили я работаю над этим это я точно сделаю и там более подробно будем вообще говорить о всяких вот этих штуках я хочу чтобы там каждую неделю у нас были стримы обязательные ну там да условно по субботам и мы будем подробно там выбирать темы голосовать и говорить о каких-то вот таких очень важных моментах вот ну если так вкратце почему такой эффект происходит потому что ну допустим есть энергоцентр ну не допустим а есть допустим Андрей блять соберись какой допустим есть четвертый энергоцентр сука есть у каждого он находится на уровне груди вот здесь вот эта чакра зеленая она же анахата да называется у нее там свои свойства кто помнит тот молодец да за что она отвечает за любовь да вот и она перекрывается определенными же эмоциями и энергиями и соответственно когда идет нарушение в работе чакры где перекрывается может этот энергоцентр нарушаться движение энергии в нем то конечно же это влияет и на органы в том числе которые находятся в области вот этого всего поэтому да но связано с этим так тут Аня предлагает пирожок там я помню пошло пошутил на этот счет так дальше 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 привет ты крутой твоя любимая книга Кристина Реулец или Реулец много меня спрашивают Кристина во-первых спасибо за комплимент мне очень приятно несмотря на то что я это знаю мне все равно очень приятно это слышать от вас друзья так вот по поводу любимой книги ну одной книги конечно же нет ну в свое время меня поразила не только трилогия и в принципе все работы Толкиена я упоролся и прочитал и Сильмариллион и Хоббит и Властелин конечно же мать его колец вот и это было самое лучшее наверное чтиво вот когда я за раз это все прям вот погрузился в этот мир это замечательно все остальное ну есть огромное количество разной литературы в том числе достаточно душная вы думаете откуда я знаю всякое такое разное да вот если говорить о духоте почитайте концепцию общественной безопасности там огромное количество есть научных работ вот и не только что называется вам понравится но открывайте окна потому что будет тяжело но очень интересно и любознательно и познавательно так что как-то так так маленькие мои хорошие мои петушки не не петушки какие же вы петушки орлы же у меня правильно орлы котики какие петушки блять ты о чем Андрей так это мы говорили Киркорова да видел Киркоров Киркоров конечно возмужал хорошенький из чего его вытаскивают что с ним происходит а вы про Губина наверное Светлана спрашивает да у Андрея у него был очень тяжелый период жизни если вы посмотрите какой он был и каким он стал сейчас у него были проблемы с лицом вот ну короче скажем так влетел он в маргарин там обеими ногами вот у него и голос поменялся и вообще но он выглядит как реально спившийся какой-то там сбухавшийся непонятно кто вот хотя был мальчик красавчик такой прямо очень светлый очень позитивный да ну вот ух ты какая фиговина прикольная спасибо большое Саша спасибо от души массаж массаж нормально зашел от массажировал меня Саша как бы это не звучало вот никакой педерастии только мужской секс да вот что я сегодня да сегодня в ударе короче поэтому вот так вот и ну это было по той причине опять же что он себя где-то неадекватно вел вот но сейчас судя по всему он провел работу над ошибками ну условно говоря опять же завелись у него вши но он внезапно начал мыться да и у него все пошло нормально то есть ему помогают вот и возможно он нас еще я не знаю конечно я не могу гарантировать да но возможно он еще нас порадует своим творчеством потому что песни у него действительно музыка и как я уже говорил очень мелодичная очень крутая он да какую по сути не возьми песню там ну очень очень крутая песня какая классная клево спасибо Саша за поддержку сколько прикольных подарочков вот ну вот допустим песня птица да у него есть очень тоже очень мелодичная очень по музыкальному крутая ну вот найдите послушайте кто не помнит да вот найдите минус ну короче очень вот действительно у него я же говорю он уровня полета Майкла Джексон он просто в один момент вот слетел но если бы он работал так же как Майкл Джексон он добился бы огромного ну то есть где-то был бы наравне на самом деле просто что он в какой-то момент ну ну в общем ладно я надеюсь вы поняли да идея улетай 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 словно птица в небесах ты свободно кружится выше солнца и звезд твои только знай да да Андрюха крут Андрюха крут никогда я тебя не забуду так 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 расскажите о Луне Брюс Вайн а что вам о Луне рассказать я вам могу рассказать из ведической так сказать из вед ведическая астрология и там значит о Луне да о ее свойствах о качествах Луны ну так тоже кстати говоря в закрытом сообществе мы с вами об этом будем говорить много о ведической астрологии о планетах может и Аюрведу зацепим тоже нормальная кстати тема меня бывшая со своей мамой хотела в дурдом сдать в свое время когда увидели значит мои эксперименты аюрведические вот хотя ничего такого но Луна смотрите Луна я просто расскажу ладно я расскажу вам и про Луну поговорим расскажу короче когда когда я его создам Максим я оставлю ссылочку конечно же это будет закрытое сообщество в Телеграме я расскажу пока его нету сейчас я готовлю чтобы там контент был и все остальное ну короче я об этом расскажу вот попадете обязательно все кто захочет вот короче история была такая что аюрведа то есть она скажем так цепляет не только медицину классическую да то есть там там больше про энергии грубо говоря ну в том числе про энергии попадем в закрытую группу по вашему желанию захотите попадете не захотите не попадете то есть смотрите идея в чем есть 5 микроэлементов да это значит первый элемент огня воды воздуха эфира и чего еще а и земли да и на этих на основании этого всего то есть во первых строится вся материя то есть не атом там идет как это базой да а именно вот эти первоэлементы так называемые вот ну это короче и по версии аюрведы допустим не обязательно то есть есть разные продукты я понял светлана я ее создам и вы туда попадете конечно же я когда все сделаю я объявлю я отдельное видео выпущу ребят я понял что вам надо все это меня подстегивает еще быстрее над этим работать так что не переживайте все будет котики все будет значит смотрите я о чем вот и идея такая что у каждых продуктов например пищи да у них есть определенный баланс этих микроэлементов то есть допустим какие-то есть огненные какие-то есть наоборот холодные да с энергиями воды эфира и так далее и так далее то есть допустим если у тебя воспаление допустим есть холодные продукты допустим творог да это холодный продукт даже если он в холодильнике не лежал огурец там много первоэлемента воды и можно положить на воспаление просто вот огурец творог алоэ да вот и попустит ну вот есть такая вот фигня и допустим точно также первоэлементы огня как ни странно это сливочное масло допустим перец разные перцы да ну короче идея такая вот у меня заболела горло простуда я же экспериментирую на себе всегда я значит заболела горло простыл вот я взял пакетом посоветовали бы надо положить на вот сюда вот на уровень груди положите огненные элементы 1 1 элементы огня где есть много огня в том числе перец например я взял веревочку пакетик захерачил туда всяких огненных значит штуковинок травки там все остальное херанул себя значит сюда на грудь вот ну и классы ходила тут девушка приходит ко мне на то время моя и значит видит эту всю картину она ли ты что больной что ты делаешь ну я и начал дебил начал я объяснять вот стало только хуже вот ну то есть так что в общем да но это работало да это работало это интересно я потом помню передержал у меня воспалилась не воспалилась а красная кожа была от этого ну короче интересно когда-нибудь мы вернемся так вот луна луна о чем есть разные виды энергии то есть помните мы говорили психика это разные опять же виды виды энергии да какие да я понял брюс вайн сейчас я расскажу да вот там не про первые элементы как раз луна то есть у луны ее свойства какие свойства луны луна это глубина какая-то как бы вам объяснить ну вот смотрите вот кстати говоря песни андрея губина вот в них есть энергии этих планет в том числе и луны то есть там есть смотрите там есть венера венера она несет в себе это больше знаете как это красота какая-то эстетика такая знаете вот как бы правильно сказать то есть вот луна это любовь а влюбленность это венера понимаете так это такая да но с одной стороны очень поверхностно вот дайте люди есть вот люди сильной венерой проявленная они например очень любят красиво кушать красиво кушать красиво одеваться да вот но это ладно а луна луна что луна это про какую-то глубину вот песни губина они не только такие тогда танцы танцы танцуют девчон но там еще и про какие-то там есть глубокий подтекст понимаете и луна это про как вам сказать вот стихи могут быть вот допустим песни вакарчука там тоже много луны но вот казалось бы текст вообще ебанутый ну вот смотрите послушайте текст ты вышла давайте я на русском потому что некоторые на украинском не понимают что ты вышла замуж за весну мне оставила осень и запах твоих сосен да но это же писец да то есть ну о чем но но все понимают о чем идет речь да слезы колышется за ветром за за окном до слезы вокруг твоя стена сосны как я слезы пугают своим теплом на 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 то есть если взять текст напрямую вот его послушать ну то есть прочитать по факту как он есть это идиотия получается но когда вы слушаете это в песне вы четко понимаете о чем поется да то есть это очень глубокий смысл заставляет вас задуматься каждый сам да каждый о своем каждый по-своему это воспринимает это сильная луна то есть у людей которые допустим как отличить людей сильной луной по глазам у меня сильная луна у людей сильной луной большие влажные глаза они очень выраженные они вот такие знаете вот есть люди чисто вот лунные я одного такого человека знаю эти люди очень восприимчивые их очень легко обидеть они все воспринимают близко к сердцу им можно ну вот у меня была такая проблема им можно сказать там я не знаю ты вот ты там не знаю ты ну олень допустим да олень кстати кстати олени это тоже луна у них очень много луны вот дело не в том какой цвет дело в выразительности этих глаз понимаете но надо еще понимать вот что дело в том что энергии этих планет в частности луны да она может быть в трех гунах так называемых в трех положениях когда я родился какого числа 10 июля 1987 года можете посчитать там что нибудь что хотите так вот смотрите луна может быть в трех положениях в трех гунах так называемая гуна благости гуна страсти и гуна невежества то есть это качество энергии то есть смотрите вот представьте себе энергию как сильный поток водяной да вот поток воды сила планеты говорит о силе этого потока о напоре воды а гуна говорит о качестве этой воды сейчас секундочку вот а сила как это ну в общем вы поняли да гуна говорит о качестве гуна невежества вот луна сильная луна в невежестве это какая-то шиза это даже не шиза а как вам сказать это может быть какая-то паранойя вот у человека какая-то как бы вам так объяснить правильно то есть есть разная шиза ну естественно да не тамила я знаю да я знаю стратег лидерские качества естественно в том числе и солнце да у меня солнце и луна у меня есть и меркурий проявлен то есть надо смотреть то есть в человеке может быть много вот этих вещей они по-разному могут быть сбалансированы так вот но мы сейчас просто больше о луне вот дело в том что надо понимать что люди с хорошей луной почему таинственное и загадочное считается так а потому что как раз таки пойти я говорил луна это про глубину про какое-то таинство про какое-то вот не просто вот человек стих написал а он его написал с каким-то невероятно глубоким смыслом понимаете есть невероятно глубокий смысл всего этого когда человек о чем-то говорит и ты понимаешь что капец там что-то вообще вот те же песни губина послушайте да там тоже там очень много луны да там венеры много там реально много венеры вот сейчас котики я отвечу и это самое вот так вот о чем это я там венеры очень много да по факту вот но и луны очень много есть глубокий смысл понимаете марекс я не вижу ваши сообщения и вижу что вы его переслали но почему-то я не я его не вижу напишите не русскими буквами а английскими а вот вот поэтому ну короче это очень обширная тема я же говорю вот да давайте мы я вижу что это интересно и я уже понимаю что знаете я я сейчас вот активно доработаю над тем чтобы сделать вот это почему я торможу с этим сообществом закрытым потому что я хочу что-то давать понимаете и чтобы не просто это было вот да я хочу много чего дать но я вижу что в принципе запросы есть интересно много чего и вот про в том числе вот хотя бы ту же видическую астрологию а там 12 планет понимаете а ну давайте это известная но ну кстати это солнце луна на раху кету меркурий юпитер венера марс сатурн чё забыл еще 9 планет да я помню 12 полно ну короче надо тоже поспоминать не освежить память я уже всю не помню да там много всего на самом деле надо освежить ну короче марс это мужская планета это защитник нет урана там нету марс это мужская планета марс это защита это той вот солнце это лидер солнце это вот я солнечный человек солнечный человек вот он приходит он может брать на себя ответственность возглавлять вести за собой да это вот как знаете как начальник директор грубо говоря а марс это воин то есть марс это мужская планета да она должна быть проявлена безусловно давайте я сейчас так поверхностно то есть марс это мужская планета вот это за это про защиту вот юпитер это про каком-то фанатизм это вот юпитер в невежестве а идея какая-то идея идейность то есть юпитер и то есть идея да и вот есть вот в хорошем смысле человек предан своему делу меркурий это про коммуникации меркурий это там тоже цвета есть эту марса красный цвет у луны такое белесо-желтый да как он жемчуг вот цвет жемчуга это лунный цвет жемчуг это чистая луна у солнца это желтый да у этого самого как его скажите я скажу господи у юпитера это вот как карие глаза да это юпитер меркурий это зеленый изумрудный цвет изумруд это юпитер этот меркурий то есть да есть о чем поговорить то есть зная то есть так можно о человеке очень много сказать какие у него проявлены качества и как можно с ним взаимодействовать например вот мужчин тоже давайте чтобы уже там закрыть гештальт по планетам и давайте хотя не знаю вроде вам интересно рассказываем разговариваем вот смотрите и вот здесь вот вот посмотрите сейчас на экран все вот видите вот здесь короче вот эта точка вот здесь вот именно вот тут где монобров сходится вот здесь вот видите есть вот тут вот такая как но от yeux я вот так сделала видите ту полосочка такая образовывается и вот это вот место есть и вот это область марса если вы например видите мужчину или женщину не важно и вот мужчин бывает у некоторых вот эта область марса она такая какая то знаете она аж синяя и какая-то она перекошенная, она вся какая-то ну короче, вот это место, оно прям вот выпирает и прям вообще как гулька аж здесь вот такая торчит. Это говорит о том, что человек крайне неуравновешенный. У него Марс в невежестве находится. И этот человек может как вам сказать этот человек может проявлять агрессию притом необоснованно абсолютно. Ну вот, или наоборот может быть так, что у человека подавленный Марс, да, то есть вот прям аж провал там в этой области такой будет невыражен. То есть если вот полосочки вот здесь, это хорошо. То есть вот, да, а бывает прям гладкая и прям как будто там вообще ничего ну просто никак не выраженное. Это слабый Марс, это человек он такой, ну ему, ну, могут гопники обижать его там, например. Ну такая какая-то идея, поняли? То есть по лицу можно очень много чего вообще вот вы думаете, те же цыганки они что, просто так что ли лоха находят какого-то? Нет, они прекрасно знают кого надо ну, как кого раскрутить, понимаете? По внешнему виду в спецслужбы точно так же принимают да там щупать не надо, оно видно там посмотреть надо. Привет, Саша Саша, этот, Андрей, привет, привет вот то есть смотрите например вот в спецслужбы, да, когда принимают какие-то специальные, да, органы там первый тест скажем так, ну один из первых идет, ну анкетирование, да, и там фото фото по фотографии можно не пройти казалось бы, что человек некрасивый берут только красивых. Нет. По лицу можно огромное количество сказать вообще этих самых информации о человеке. В том числе по этой причине я беру, точнее когда веду консультацию, я человеку говорю видеосвязь. Видеосвязь, чтобы я видел человека. В том числе по этой причине. Потому что я по лицу человека очень много могу со старта сказать. Очень много. Опять же бывает знаете как человек может сказать, что типа, да нет, это не так. Ну я говорю, ты например вот такой. Да не, я не такой. Поймите, опять же сидеть сейчас и говорить вот знаете, я уже прям вот я прямо нет, я не буду этим заниматься. Брюс Вайн вот знаете, сейчас вот тоже. Отскажите обо мне. Это будет бесконечно. Продолжаться. мне лучше вас научить и вы будете сами делать выводы, проверите на себе и будет все хорошо. Потому что зачастую, понимаете, человек сам не понимает своих каких-то качеств. Он живет в иллюзии, понимаете. Вот. И ну это во-первых. Ну а во-вторых, понимаете как, если уже на то пошло, почему здесь как минимум будет плохая идея вас изучать. Ну вот у вас есть аватарка, но она маленькая. Даже нажав на нее, я вас не увижу. У меня зрение хреновое. Я даже вообще, ну блин, мне сложно будет сказать, понимаете. Вот. Поэтому, ну и вообще начнется балаган. Это бесконечный цирк с конями. А моя задача не чтобы рассказать вам просто какие-то, знаете, рыбу вам дать, а наоборот дать удочку. Почему я и хочу, я же говорю, пересмотреть в принципе момент подачи информации, консультации и всего остального. Да, потому что, ну понимаете как, процесс познания он долгий. Это не так, что быстро. Это нужно, ну, не получится быть, просто на эфирах посидеть там и все классно. Нет, это изо дня в день. Это, ну находясь, нужно находиться в определенном кругу, понимаете, в определенном кругу людей-единомышленников, которые пришли не просто так, которые пришли действительно что-то там заниматься, изучать и поддерживать друг друга. В том числе даже иногда и меня, потому что, ну да, в орбите, да, все правильно, Андрей. То есть, понимаете, ну тоже, если кто-то думает, что я постоянно нахожусь в каком-то этом, в орбите Марса, ну да, добрый день, Светлана, добрый день. Если кто-то думает, что я постоянно нахожусь в, как это сказать, в каком-то ресурсном, что называется, состоянии, это не так. Периодически меня, конечно же, накрывает, я устаю, и, ну, опять же, я хочу, чтобы вы тоже где-то видели, смотрели, может быть, брали пример, если, опять же, вы того хотите. Вот. Поэтому, да, все будет, мы все сделаем, вот, обязательно все, все, все будет окей. Вот, я думаю, это очень в обозримом будущем. Сейчас я просто, понимаете, это, знаете, вот с этим закрытым сообществом, это как у меня когда-то с эфирами, я когда начал только эту свою всю деятельность, мне все говорят, Андрей, иди в эфир, все, иди в эфир, а я, вот, честно говоря, ссыкотно. Ссыкотно, потому что, ну, во-первых, был страх того, что если никто не придет, что я буду делать, как дебил, во-вторых, у меня же не было никогда такого опыта, во-вторых, а я не знаю, что говорить, а если я буду говорить, а это будет неинтересно, да, ну, вот, это такая вот херня, я понимаю, ну, что, понятное дело, это все такое, но все равно это было, вот, уже нет страха, уже понятно, ты когда, ну, то есть, это вот эти наши ограничения, блоки, с которыми надо работать, понимаете, и, да, с одной стороны, ты всегда хочешь, понятное дело, для людей сделать, вот, чтобы было как надо, а с другой стороны, ну, это часто тебя тормозит, просто, да, и бери, делай, ну, блять, если будет хуйня, значит, будет хуйня, вот, и все, ничего, все получится, все нормально, сейчас понятно уже, я вижу, что это надо людям, конечно же, нет страха никакого, даже когда у меня сегодня, он, зависла программулина, все вылетело, нахрен, блять, все, все запоролось, я даже не знаю, что произошло, я до сих пор не могу понять, вот, в итоге мне рассетнуть системник пришлось, да, то есть, перезагрузить вообще все, ну, вот, и то я не запарился, ну, блять, ну, бывает такое, ну, что подел, ну, что-то вот оно заглючило, ну, скорее всего, заглючил этот самый, видеодрайвер заглючил, и утащил за собой, самую надежную в мире, Windows 11, понимаете, ну, бывает такое, ну, ну, что теперь, вот, а в начале всегда так, в начале, да, есть вот это морошение, послушайте, и у меня оно есть, несмотря на всю мою вот эту уверенность, тигринальвенность, ну, вы что думаете, я не переживаю, я тоже бывает переживаю, я тоже иногда там, ну, как-то вот, когда ты первый раз это делаешь, когда ты не делал, ну, еще ничего, то, конечно, есть такое, ну, вот как раз и будет примером, да, что все можно, можно делать и нормально, действительно, многое хочется рассказать, многое хочется вам передать, и, опять же, понимаете, я просто здесь, ну, почему я об этом всем задумался, я столкнулся с тем, что я не получаю нормально обратной связи, огромное количество людей, которые просто это слушают, пропускают мимо ушей, и, естественно, нихрена не отдает замен, и плюс ко всему, и не, ладно бы пользовались, так не пользуются ж нихера, понимаете, и получается, что, вот это, знаете, вот есть лук, кто когда-нибудь стрелял, то есть, уберете лук и, и вы же знаете, что без стрелы тетиву отпускать нельзя, то есть, вот, если отпустишь тетиву, плечи лопнут, у лука лопнут плечи, то есть, надо со стрелой обязательно отпускать, а вот здесь я столкнулся с тем, что я очень часто просто в холостую тетиву оттягиваю, отпускаю и все, и это очень, ну, как бы сложно, поэтому, ну, давать более серьезную информацию какую-то, более какие-то такие вещи, более важные, скажем так, более сложные, может быть, к осмыслению, да, и так далее, и так далее, есть смысл только тем людям, которые действительно готовы к этому, и хотят этим заниматься, понимаете, всем остальным, ну, это просто будет, ну, не знаю, пукнуть в лужу, как говорят, ну, вот, доброй ночи, да, Евгений Иванов, доброй ночи, рад вас видеть, вот, поэтому и есть, собственно, вот эта, да, идея, она практически вызрела уже, созрела, скажем так, так что, да, вы не пропустите, вы все увидите, не переживайте, все будет нормально, я со своей стороны постараюсь, и вы там постараетесь, так что, как-то так вот, как-то так, ладно, ребятки, шо, вопросики, давайте вернемся, а то я улетел тут на час, видите, понимаете, тоже вот, яркий пример, почему я так улетел во все эти темы, потому что мне хочется об этом рассказать, понимаете, ну, я понимаю, сейчас просто буду сидеть, я, ну, я буду себя просто гробить, вот, поэтому давайте мы вернемся к вашим вопросам, вот, и непосредственно, давайте так, отлиствовать сейчас чат, но эта идея, мягко говоря, говно, я просто не найду, там он уже улетел, я не знаю, бог знает куда, поэтому давайте, пишите там вопросики, дублируйте, и мы будем отвечать, на эти вопросики, потихонечку, вот, посидим еще, там где-то, я думаю, часик посидим, вот, как вы относитесь к алкоголю, резко негативно, по тому, как алкоголь является ядом, и он нарушает работу не только туловища, да, а еще и энергоцентров, вот, поэтому, то есть, особенно, ну, вот, напитки алкогольные, по типу, там, водяры и всего остального, они вообще опускают человека, и, скажем так, приводят его на нише астральный план, да, где уже ждут всякие разные ребята, по типу, там, всякие, с копытами и рогами, которые приходят в гости, и, значит, как бы, ничего хорошего из этого, как показывает практика, не происходит, поэтому резко негативно, нету маленькой дозы полезной, все это ахинея, понимаете, так, не надо, оно вам, я вас уверяю, так, дальше, идем, да, пересмотры эфиров помогают вникнуть, да, ребят, я знаю, очень много ценного, благодарю вас, всегда во благо, Елена, всегда во благо, вот, дальше больше, так, скажите, пожалуйста, у меня началась какая-то депрессия, не знаю, почему, ну, потому что, наверное, делаете то, что не хотите делать, то, что хотите, не делаете, живете не свою жизнь, понимаете, а вот, кстати, задумайтесь еще вот над чем, если мы возьмем английский, если я ничего не путаю, давайте я при вас, я такой себе знаток английского, слово депрессия, слово депрессия, оно состоит из двух слов, deep rest, deep, я сейчас вот, rest, как переводится, сейчас точно, правильно, так, как я думаю, да, глубокий отдых, deep rest, грубо говоря, то есть, это такое состояние, когда человек впадает в депрессию, это что-то наподобие глубокой перезагрузки, потому что вы такое что-то исполняете, не то в своей жизни, понимаете, поэтому вам надо задать себе честный вопрос, точнее вопрос задать и честно ответить, что я делаю не так, и нахрена все это надо, понимаете, соответственно, ну вот, ищите ответ, 4 месяца, а, я 4 месяца лечусь, реабилитация, вторая, здесь полный, с последнего бросила вторая Наташа, сейчас, полиция СБУ, так, интересная у вас жизнь, переселенцы угрожают расправой, сиротский клан, нужно ли сделать все по закону, закон сработает ли, ну, слушайте, Евгений Иванов, во-первых, надо понять, от чего вы лечитесь, реабилитация вторая, от чего реабилитация, полиция, то есть, после того, как я так понимаю, вас бросила женщина, сейчас полиция СБУ, у вас дома сидят, и смотрят наш эфир, ну, смотрите, я, Жень, пожалуйста, как-то более, я не очень понял ваш вопрос, от чего лечились, еще раз конкретно, от чего вы лечитесь, что произошло, вот, это как минимум, и давай как-то, ну, объясните еще раз, я не понял вас, знаю, что молодой человеку не нравлюсь, но присутствует переписка, зачем ему это надо, в чем интерес, мужчина никогда не будет просто так ничего делать, может быть, он делает это из-за того, что хочет банально переспать, понимаете, мужчина бывает от недочпока, может это сделать даже с женщиной, которая не особо-то и нравится, понимаете, поэтому, как бы, зачем вам это надо, хороший вопрос, ему это уже десятый, зачем, задайте вопрос, зачем вам это надо, если вы понимаете, что вы ему не нравитесь, и там какое-то двойное дно, там, я не знаю, днище пробито, еще что-то, зачем вы это делаете, Ирина, вот это важный вопрос, людям, рожденным 10 до 20 до 30 до дате рождения, категорически запрещено пить, да всем запрещено пить, всем запрещено, ну как запрещено, нежелательно, можете пить, конечно, но это как, не знаю, с окна прыгать, пятого этажа, очень интересно рассказывать, и доступно, и приятно слушать, кстати, без мата, очень приятно слушать, ну иногда я понижаю вибрации, потому что иначе никак, а вообще, да, спасибо за комплимент, приятно, так, нравится спасать, неважно кого, миссия или саму надо спасти, от чего, саму, конечно, Наташа надо спасти, одно дело, когда к вам человек пришел, говорит, помоги, и вы говорите условия, на которых вы поможете, а другое дело, когда вы сами бегаете, давай я тебя спасу, понимаете, если второй случай, то надо саму спасать, я живу с мужчиной, он постоянно меня критикует, типа шутит, но часто заканчиваются мои обиды, ну так надо ему объяснить, что, ну ты что, неадекватный, ну типа, зачем ты критикуешь, если я такая плохая, то давай как бы разбегаться, если ты видишь ко мне, во мне какие-то недостатки, пожалуйста, донеси это как-то, ну более мягко, общайтесь с ним, зачем вы это терпите, не знаю, что тут еще дальше сказать, с молодым человеком хочется все время выпить алкоголь, а когда одна практически не пью, ну есть такие люди, с которыми хочется, знаете ли, рюмаху опрокинуть, я таких даже знаю, есть люди, с которыми находишься в одной компании и хочется прям вот, прям вмазаться, понимаете, ну, не факт, что оно вам надо, надо скорее к вам на консультацию, так, welcome, как вы относитесь к энергетикам, есть разные энергетики, те, которые в магазинах продают, конечно, да, это дичь, я было дело, вот буквально даже недавно иногда употреблял, я сейчас принимаю энергетики предтренировочные комплексы, так называемые, БЦАшки, ну, есть вот у меня комплекс, ну, как комплекс, тоже баночки, с виду похож на энергетик, но там они состоят из вот этих аминокислот, БЦА и кофеина, в пробники мне положил, кстати, Джим Бим, положил мне эти, ну, магазин, где я покупаю, положил мне пробники, короче, чтобы там, попробую, братан, очень клево, короче, пакетики такие, я там, ну, они типа натуральные, без кофеина, они расширяют сосуды, и все такое, ну, прикольно, я попробовал, да, действительно, прикольно, у одного есть интересный побочный эффект, начинает покалывать все тело, сначала лицо начало покалывать, я думаю, что за херня, потом руки начали колоть, потом это, это минут 20 продолжается, ну, короче, это, видимо, из-за расширения сосудов, но прикольно, ну, я так, это больше мне побаловаться, а так, ну, лучше не надо, без особого какого-то, это я люблю эксперименты ставить на себя, а так лучше не нужно. Как относитесь к зависимости от смартфонов, это уже какая-то пандемия, да, ну, уважаемый дивергент, понимаете, в чем дело, проблема-то в конечном итоге не в смартфонах, проблема в том, что люди в этих смартфонах делают, ты можешь залипать в смартфоне, не вопрос, делай это для своей пользы, если ты выполняешь при этом свою миссию какую-то, да ради бога, залипай, проблема глобальная людей не в смартфонах, а в том, что они живут не свою жизнь, в том, что они никак не могут понять, нахрена они вообще здесь, кто они, и так далее, и так далее, вот в этом проблема, и виноваты не смартфоны, понимаете, алкоголь тоже, но он применяется в каких-то, возможно, медицинских, дезинфицирующих моментах, да, вот, или как вон, дурово арестовали же, вот, и там, естественно, рассказывают, что да, виноват в том, что через телеграмм общаются всякие разные нехорошие товарищи, да, ну, бред же сумасшедшего, ну, естественно, что это бред, понимаете, ну, блин, там его обвинили во всяких вот этих вещах, которые, если я скажу, Тик-Ток обидится, связанного с детьми, ну, тогда, не знаю, арестуйте тех, кто телевизоры выпускает, дисплеи, ну, на них же смотрят, эти всякие фильмы, для взрослых, да, ну, короче, ну, это идиотия, понятное дело, дичайшая, вот, поэтому здесь проблема не в смартфонах, здесь проблема в непосредственном, в том, что люди не понимают, зачем они живут, так, с собой невозможно, с собой невозможно быть честным, как задавать себе вопросы, и как часто, и как честно отвечать, а что это невозможно быть тут-то, в смысле, невозможно, что вы не можете признаться, хотите этого человека или нет, или там, не знаю, хотите ходить на работу или не ходить, что значит невозможно, возможно, очень даже возможно, ну, вот, понимаете, вы говорите, как, да, вот так, ну, вы понимаете, хотите вы какать или нет, ну, у вас же есть понимание, ну, у вас, например, там уже шлюз просто рвет, блядь, а вы говорите, да нет, что-то как-то, что-то не впечатляет, я, как-то, как-то, что-то, не оно, пока не посыпалось там уже, Понимаете, керпидоны. Вы не хотите. Вам вот задайте себе вопрос, почему вам выгодно себя обманывать. Понимаете? Вам нравится ваша работа? Тут-то Бена. Работа ваша нравится? Ответьте мне. Да или нет? Простой вопрос. Вам нравится ваша работа? Не надо рассуждать там. Ну, с точки зрения банальной эрудиции, если там эта самая луна в этом... Это Яна. Я же не у вас спросил. Вот тут-то Бена меня интересует. Работа ваша нравится или нет? Платят, да. Зачем слово платят здесь? Я же спросил, да или нет. Понимаете, в чем дело? То есть, задрачивайте себя вопросами постоянно. Про работу, про отношения, про в целом вашу жизнь. Понимаете? Вот теперь ответ нет. Видите, как интересно. Поймите, это не то, что вы не могут... Это разговор, я не могу, шичить не могу. Что значит не могу? Разберитесь в своем бардаке в голове. Это сейчас я со всей любовью, не обижайтесь. Я может сейчас агрессивненько немножко, но я же так... Вы же знаете, я любя. Послушайте. Понимаете, в чем дело? Если вы думаете, что вы придете ко мне на консультацию, я вам дам какую-то волшебную таблетку, или дам вам для чая, и вам полегчает, нет. Понимаете? Я вам буду говорить примерно такие же вещи. Задайте себе честный вопрос, чего вы хотите. Ну, опять же, вы можете прийти на консультацию, конечно, мы с вами поговорим, но я вам хочу сказать вот что. Что, друзья, вот понимаете, есть вещи, которые все равно надо только вам делать. Честно себе ответить на вопрос, хочу я или не хочу. Понимаете? Вот и все. Ну, идите, Женя, отдохните. Спасибо за хороший эфир. Ну, вы же понимаете, я по очереди ребятам отвечаю. Сейчас вот просто один вопрос, потом другой. Вы можете посмотреть ответ в записи. Я увижу ваши сейчас. Дойдем до ваших вопросов. И, соответственно, вы увидите в записи на YouTube будет уже к утру, я думаю, точно. Так что, если надо, идите отдыхайте. И как бы... Я же всем отвечаю. Просто по очереди. Дождитесь своей очереди. Ну, так дождите. То есть, может, правильный вопрос задать не могу. Может быть. Но вот смотрите. Вы должны выработать себе. В себе какие-то... Вы должны выработать в себе какие-то навыки, понимаете, при которых вы будете, опять же, честно всегда говорить, чего вы хотите себе. Мы всегда честно себе говорим в глубине души, чего мы хотим. Понимаете? Вы всегда это все видите. Это ложь, что вы не понимаете или не можете. Все вы можете. Еще раз говорю, ну вот представьте, допустим, по поводу, условно говоря, работы. Ну вот у вас есть все деньги мира. Работали вы бы на этой работе или нет? Если бы не нужно было деньги зарабатывать. Простая же идея. Понимаете? Чем бы вы занимались, вот если бы у вас все было? И вот надо начать думать над этим. Ну, в общем, если что, приходите, конечно. Ну, я не знаю, что тут еще добавить. Надо более подробно тогда, видимо, с вами. Да? На каких-то конкретных примерах, потому что так я даже не знаю. В общем, если что, называется welcome. Так, сейчас мы идем дальше. Так. Так. Пять операций, полтора года. Перитонит брюшной полости. Сейчас я посмотрю, где это точно находится. Хотя я подозреваю, что это третий энергоцентр. Да. Что такое перитонит? Это что? Воспаление. Ну, понятно. Смотрите, Женя. В принципе, вот это вот уже... Давайте так, вам задание. Вам задание. изучите все, что касается желтой чакры. Вот, зайдите в YouTube. Спокойной ночи, Яна. Зайдите в YouTube, чтобы сейчас я тут... Ну, это целая лекция. Когда-нибудь мы об этом поговорим, но... вам нужно узнать, за что отвечает желтая чакра и что ее перекрывает. Именно то, что ее перекрывает и приводит вас ко всем вот этим вашим проблемам. в том числе и гнойному вот этому воспалению. Добрый вечер, бусинка. То есть, понимаете, проблема в том, что... если так очень общо, нельзя... точнее как, вам нужно... как же это правильно так вам сказать, чтобы вы поняли? Вам необходимо все-таки заняться собой и обратить внимание на себя. Понимаете? Сфокусироваться на себе. Перестать быть донором, например, для других людей, в том числе энергетическим. Вот, изучите все, что касается желтой чакры. Я вам рекомендую. То есть, вы себя фактически, ну, вы гробите сами себя. В общем, вот это вам задание. Изучите все, что с этим связано. На следующем эфире задайте вопрос наводящий. Рада видеть вас. А как можно с вами связаться? Написать в личное сообщение? Проще некуда. Так, я надеюсь, Женя, вы поняли, да? Я вас уверяю, вот там выход из вашей ситуации. вот, серьезно, просто смотрите, Женя, я мог бы сейчас это лекция минут на 40 просто. Но вам вот просто изучите. Найдите, есть куча видео по этому поводу, изучите эту всю херню вдоль и поперек. И вы поймете, почему у вас в том числе и перитонит. И почему вам не помогает лечение. Понимаете? потому что постоянно вы, ну, знаете как, вы тушите бензином пожар. Так, мы идем дальше. Маленькие мои котики. Так, 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 это есть, это есть. Так, а бессонница от чего? Подскажите, пожалуйста, и как с ней справиться? Бессонница из-за беспокойного ума. То есть, ваш ум постоянно вам пытается что-то донести, вы его не слышите. То есть, у вас разлад с умом. Ваша задача научиться отключать хотя бы внутренний диалог для начала. То есть, у вас, во-первых, есть какая-то проблема, которую вы не можете решить. А возможно и не одна. И постоянно на этой почве у вас идет вот этот движняк, понимаете, который, собственно, вам мешает жить по факту. Вот. Заснуть вы не можете, потому что у вас внутренний диалог постоянный. Вот. научитесь его отключать. Как это сделать? Ваша задача научиться фокусироваться на каком-то одном действии. Сейчас, опять же, тоже не буду это все прям тут прям разжевывать, но идея такая. Вам необходимо, вот, когда вы что-то делаете, фокусироваться именно на этом. Каким образом? Вот вы, допустим, ну, что делаете? Ведете машину, да, Ваша задача, вот, начали о чем-то другом думать, кроме как вождения машины, да, вы начали, ага, ищите дополнительные детали в том деле, которые делаете, то есть, ведете машину, ощущаете, как у вас рулевая рейка отрабатывает, да, как на нажатие педали реагирует, значит, мотор, да, как передачи переключаются, то есть, как только, это тяжело, я надеюсь, вы поняли, это тяжело, но со временем у вас начнет получаться, то есть, ваша идея научиться на чем-то фокусироваться, тем самым, отключая все остальное, вот, так же вам поможет со временем, позанимайтесь этим немножко, пару недель, каждый день, и потом, ну, что называется, медитируйте, смотрите больше на воду, найдите в идеале какой-то ручеек, не там, где волны херачат, а спокойная вода, спокойная вода, которая спокойно двигается, озеро подойдет, ручеек идеально, ручеек, который вот чуть-чуть жручит, вот такой небольшой, вот, соответственно, в общем, медитируйте на него, просто залипайте в этот ручеек, как она течет, вода, что там происходит, и так далее, и так далее, поняли, так, ребят, я на пару минут отойду, хорошо, и вернусь, и вернусь, в день. Продолжение следует... 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 и опять же мужчина допустим в 20 лет он может быть просто еще не зрелый понимаете то есть чтобы выполнять свои обязанности мужчина должен созреть а он может просто не созреть вот и все но это так если вкратце вы заметили сегодня стрим больше про духовное а мы будем потихоньку мы уже переходим потихоньку к духовному я давно это хотел сделать потому что потому что это надо потому что как ни крути понимаете вот эти все моменты сиська пищечные да вот эти все психологические моменты они так или иначе уходят в область эзотерики понимаете в область того что необходимо изучать те же энергоцентры строение себя да и там без этого никак не обойтись почему в дурке не получается вылечить людей ну потому что это отсекается вот этот момент отсекается есть только мозг есть кожа кости и есть препараты какой-нибудь там условный не знаю чем там колят значит посетителей до резидентов естественно ну ни хрена не работает и вот это знаете это как вот вы должны понять что исцеление человека да ему надо надо создать условия но по факту он сам себя будет лечить то есть когда человек говорит а я не могу ну не можешь значит не можешь но дайте вот говорят человеку чтобы там допустим похудеть надо там дефицит калорий надо заниматься там какими-то упражнениями ну и так далее так далее человек а я не могу но не можешь значит будь жирным все какие вопросы не можешь значит не можешь есть ежедневная тяжесть в теле соматические болезни исключены обследованием очень сложно вставать ну значит вы занимаетесь опять же не той деятельностью какой то то есть у вас какая-то деятельность которая вам на хрен не уплющилась вы ее почему-то делаете тяжесть в теле опять же ну что значит самотики психосоматику исключили а шо ж тогда вы чё же вам тогда плохо надо конечно больше информации но если в общих чертах то вы делаете что-то не то вы живете не свою жизнь опять же все вот эти проблемы за того что человек живет какой-то иллюзии у него не своя жизнь у него он живет жизнь родителей которые ему запрограммировали что ты должен быть там слесарем не знаю еще кем-то или поэтом песенником ну а в итоге а он хотел быть слесарем понимаете ну то есть кто такой инфантильный человек и как перестать им быть ну насколько я знаю инфантилами называют тех кто не принимает ответственность за свою жизнь до такой легкомысленные все остальное я вам скажу так что как вам сказать ваша задача осознать это даже не то что вам там упражнения какие-то надо делать вам надо осознать что все что происходит в вашей жизни это ваша ответственность то есть этот мир это отражение вашего внутреннего состояния все идет даже если говорить вопрос допустим денежный да почему людям деньги не даются потому что куда он их будет тратить у многих людей даже вот им дай миллион долларов он ну ну что он чипсов себе накупит или вот это конечно может сейчас кого-то обидеть но вы реально задумаетесь хорошо вот вам дадут деньги какие-то вы как будете жить пойдете корюшки купите себе с пивасиком чтобы не только по пятницам бухать а еще и например каждый день я сейчас условно что у меня будут деньги я буду счастлив вообще ни разу как они это как они это будут делать более того есть еще абсолютно дебильная идея что сейчас у меня будут деньги я буду счастлив вообще ни разу да деньги конечно помогают быть счастливым но это не краеугольный камень решение всего понимаете вот поэтому инфантил не инфантил я вообще вот эти все терминологии честно они их такое количество пойди в них еще разберись кто там что имел ввиду я могу сказать так что все что в вашей жизни происходит ваше ответственно занимайтесь вот этим исходите из этого и все будет хорошо так да вы даете только инструкция каждый должен в себе покопаться абсолютно верно не я могу и покопаться у вас но все равно нужно действие от вас так витамины принимают группу b в том числе а д не снимают состояние пришлось отменить еще раз говорю что передай мне водичку хороший ник у вас идея в том что где-то еще раз говорю жизнь не ваша делайте что-то не то да тамила правильно пишите да что человек не выполняет свою миссию то есть это от этого все проблемы то есть это что о чем я говорю что человек живет не свою жизнь жить не свою жизнь равно не выполнять свою миссию да то есть не выполнять свою миссию равно не ну вы поняли поэтому это очень важный момент такой остров купите наташа тоже хорошо а это будет как-то сочетаться с вашей миссией вы сюда пришли за тем чтобы остров купить если да то купите его вообще не вопрос корабли на корабле буду спасать и возить на свой остров видите как понимаете если это не ваша задача то никакой вам не корабль не остров ничего подобного копчик это красная чакра это первый энергоцентр как раз таки он в районе копчика и находится так я понимаю чего не хочу а вот определиться чего хочу не могу или то чего хочу это просто не то начните хотя бы уходить от того чего не хотите то есть если вы понимаете чего вы не хотите и там находитесь соответственно беда печаль не понагибать поэтому сделайте хотя бы первый шаг чтобы понять чего вы хотите уйдите хотя бы от того чего не хотите начните с этого иногда надо услышать менее со стороны чтобы себя понять я бы даже сказал всегда и так именно и устроен этот мир что вы смотрите на других людей видите какую-то дичь и понимаете в чем ваша проблема то есть помните много раз говорил что если вам куда человек не нравится вот прям он вас вымораживает у вас прямо тремор в руках вот у него та же болячка что и у вас это ваше зеркало смотрите внимательно и тем самым вы можете порешать свои так сказать вопросики да да так что такое гармония баланс гармония есть баланс энергетический ну или вообще какой-то баланс эти баланс это боже мой да спасибо забудь здоров баланс это не всегда про то что все равно баланс это когда это уровни чего-то в нужной в нужной пропорции все находится понимаете не всегда например источник звука вот в наушниках например есть такое понятие как баланс да бывает у человека одно ухо лучше слышать другое хуже и для него баланс это когда например есть смещение в сторону правого или левого уха и для него это гармония гармонично такая вот история вы мой оберег интересно не помню у себя таких задач здравствуйте аленка я вас рад видеть да спасибо вам за поддержку извините вас не сразу увидел но тем не менее так заражение крови защиты за месяц 4 операции на одной ноге операция на глазах где выход за 6 месяцев ну тут-то бена скорее всего если у вас заражение крови скорость кровью проблемы ну где-то вы ведете себя как паразит или вели надо вас копнуть но опять же не буду делать выводов таких остановка сердца на 4 но я понял что у вас там все очень весело это говорит о том что вы себя довели до такого состояния своим поведением неадекватно понимаете это говорит именно об этом выход в том чтобы найти причину почему так возможно ну злоба какая то вот изучите чакры строение чакр что это такое и что их перекрывает самое важное и вы получите ответ почему у вас болит то или иное спасибо вам что уделили внимание моему вопросу всегда во благо я залипаю на движение машин смотрю из окна залипаю тоже хорошо так после как начать делать практики очень тяжело стало заставлять себя работать что делать все амен ну смотрите морской человек я видел вы мне писали ну отвечу вам здесь тогда вы здесь вообще или потому что если смысл можете вам тогда уже там отвечу лично а вы здесь так вот я вам отвечу смотрите то что вы перестали хотеть работать очень как раз может быть признаком того вот вы начали делать практики начали слышать себя а вам внутреннее так сказать ваше да говорит о том что здравствуйте солнечная она вам говорит о том что да нахрен она тебе надо братан эти когда вы начинаете слышать себя кого вы начинаете работать над собой когда вы начинаете но в частности вот человек делает практики да там консультацию прошел и делает практики и до жизнь начинает меняться начинают отваливаться люди от тебя какие-то непонятные которые были да а тебе казалось что ты жить без них не можешь оказалось что не просто могу а еще и могу и радостно могу работа которая оказалась ну нормальная работа чё вроде норм а в итоге нет желания работать не ну потому что зачем понимаете у нас изначально вот когда мы в дет ну в детстве когда мы рождаемся короче развиваемся у нас системы ну в целом настроены правильно они нам подсказывают что нам надо чего нам не надо понимаете и лень это ж не какая-то плохая вообще история это лень это про то что нам это не нужно и ваше 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 естество вам говорит что ну андрюха я вот да андрей это андрей а ну тебе не надо и вы да вы хотите вот как вы там пишите до хожу просто с людьми поговорить там пообщаться чё-то потусить работать не хочу ну да самозащита в каком-то смысле самозащита даже не самозащита а просто ну ну это знаете как это банальная такая история про то что я делаю что-то бесполезное она мне не нужно а мне нужно что-то другое понятно что верхом идиотизма будет взять бросить работу вот так как она есть она конечно будет весело безусловно но опять же не обязательно это делать то есть ну надо хотя бы задать себе хорошо ладно я понял что эта работа она меня не греет хорошо а что меня согреет и начинайте искать тоже задаете себе вопросы делая практики видео как а прошло всего сколько там недели три прошло до с нашей с вами встречи консультации но вы не забывайте я же вам сказал что ну минимум три месяца вот это вся движуха у вас будет понимаете там и письма ну и все вот это вот остальное понимаете так вот так вот как то так какой интересный тут спрашивают ладно потом мы такая вот история камила ваш вопрос я вижу но отвечу на него в порядке очереди как и всем поэтому дождитесь пожалуйста я ваш вопросик вижу сейчас я до него дойду и обязательно мы об этом обо всем поговорим так ну а вам андрей надеюсь вы поняли да это неплохо то что так происходит это нормально не переживайте так и должно быть может вы в конце концов в конце концов вы поймете что чего вы хотите чего вам там нужно и все будет хорошо так так тык 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 сейчас маленькие мои опять потерялся в чатике Так, это мы поговорили Я с Харькова Два месяца приехала к другу Он старший, она 23 и хочет близости Ну, бывает, что Мужчины хотят близости И как бы Это нормально Слушайте Ёлки-палки Ну, блин Это Вообще неудивительно, по-моему Здравствуйте, здравствуйте, Кристина Скажите, пожалуйста, что такое инфантилизм? Мы говорили уже об этом Так, изучают много лет Веду, эзотерику, психологию Но я чувствую, что мы с разных Ну, если чувствуете, что там какая-то жопа То и не надо, значит Вот этой жопой садиться Сами знаете на что Потому что потом будет бобо Не надо Да, если человек выполняет Не с вами Да, это так Да, это мы говорили Путешествие, это хорошо Так, остров, корабль Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Как перестать ощущать себя ребенком? Ощущать себя взрослым? А зачем вам ощущать себя взрослым? В чем, собственно, бонус от этого? Ощущайте себя ребенком на здоровье Ощущайте себя ребенком Живите, радуйтесь Дети так часто хотят вырасти Да Вырастают, а там все не так, как они хотели Так что, большой вопрос, надо ли? Странно, Кристина, зачем вы вообще об этом задумываетесь? Что вас привело к этой мысли? Как лечить привязанность к человеку? И как перестать много про что думать, накручивать себя? Камила Привязанность к человеку лечится смещением фокуса внимания на себя То есть вы привязались к этому человеку по той причине, что в вашей жизни вам чего-то не хватает То есть вы пытаетесь закрыть какую-то свою больную потребность Почему я говорю больную потребность? Потому что Далеко не всегда нам нужно то, чего мы хотим Понимаете? То есть нам уперлось бывает, что что-то там нам надо И все без этого типа никак В самом деле человеку для счастливой жизнедеятельности не так уж много и надо зачастую, я вас уверяю Вот, а вы пытаетесь какую-то свою боль, какие-то свои страхи, например Вы пытаетесь это все решить за счет другого человека У вас есть некое убеждение, что когда человек этот будет рядом с вами, он это все каким-то образом порешает Вот, ну естественно, что нет, это так не работает То есть как лечится привязанность? Работая над собой в плане того, чего я хочу Проработка каких-то своих вот этих перекосов, да, ментальных Вот о чем мы говорим часто О том, что, допустим, вот женщина чего хочет? Она хочет быть защищенной, да А мужчина хочет быть героем И это базовая психическая потребность, мужчины и женщины И, соответственно, там есть перекосы случаются иногда То есть, допустим, в жизни девочки было как? Так, к примеру, она не могла эмоциональную защиту получить от мужчины, да? От папы, который должен был ей изначально ее давать и показать, как оно должно быть Она этого не смогла получить уж по какой-то причине Вот, соответственно, что? Соответственно, у нее перекос образовался, что мужчины дать ей это не могут А хочется, понимаете? А хочется-то взять это И вот получается, и хочется, и колется, и мама не велит Получается, что Вот эта вот история Иди ко мне, уходи Стой там, иди сюда Вот И надо этот перекос вылечить Опять же Каким образом есть практики, да? Там проработки родителей, там еще что-то Вот Тут надо найти причину Почему у вас такая вот Ну, почему конкретно у вас Ну, вы поняли Много про что думать Накручивать себя, опять же Причина в том, что Ну, причина, скорее всего, та же Потому что вы беспокоитесь Вы хотите как-то найти выход А вы ищите его не там, где он едет Ну, короче, и начинается вот это все Трешняк вот этот вот, понимаете? Такая вот история, зайка Более точнее уж, простите, не могу сказать Потому что я, ну Не знаю, ну Надо же вас опросить Поэтому, если хотите Welcome на консультацию Либо какие-то дополнительные Нужные подробности Такая вот история Ну, опять же Это все лечится Было бы ваше желание Так, что у нас тут еще? Так, так, так О, многие, я уверен Ненавидят свою работу Ну, конечно, у нас неправильно С детства выстроено вообще Целеполагание, воспитание Оно неверное С точки зрения нашего развития Никто такой цели не ставит Чтобы мы были счастливы Цель Этих самых Учебных заведений Сделать винтик В механизме Все Их не интересует Ваше счастье Вообще ни разу Что может быть причиной Постоянной усталости Апатии Опять же Жить не свою жизнь То есть Вы занимаетесь Каким-то делом Которое вам не нравится И вы тратите туда Охереть Какое количество энергии Я вас уверяю Когда вы делаете То, чего вы не хотите Вы затрачиваете туда Просто космос Ну, то есть Вот, грубо говоря На любимую работу Вы тратите Одну единицу энергии В час А на нелюбимую Сотню Понимаете И там Ну, может быть Вообще все очень плохо Поэтому Ну Поэтому и апатия Что такое апатия Это лень По сути Ничего не хочу делать И вам уже Психика говорит Не надо Не надо Не надо Вот Помните Комеди Клаб Был какой-то Украинский Там где Не надо Ладно, извините Вспомнил хуйню А деньги Сами придут У них адрес есть Их позвали Они пришли В каком-то смысле Да Если вы делаете Все верно То деньги вам придут Через других людей Вы должны понимать Что ваши деньги У других людей Если вы для этих людей Даете какую-то пользу Люди готовы Вам эти деньги заплатить За вашу пользу Но будете вы эту пользу Давать только тогда Когда будете Компетентны То есть Вы будете находиться В своей аутентичности Как говорят На БМ Да Как говорит Петр Осипов То есть У вас должна быть Ваша аутентичность Это то Что вы делаете Лучше Многих других людей А может даже Лучше всех И вот За это вам Люди будут платить Деньги Да И адрес Будут у вас Спрашивать И без адреса Короче Нормально все будет Спасибо Андрей Отдыхаю На вашем эфире Супер Ну естественно Наташа В том числе Для того Это и все происходит Так Идем дальше Дальше Я Виталий Спасибо за ответ Я прошу прощения Виталий Потому что Да Извините У меня уже Да Да Виталий Виноват Бывает у меня Ребят Я могу путать имена Поэтому я прошу Меня простить Я дни рождения Забываю Есть у меня такая Херня Ну я думаю Что вы не обидитесь А вот Понимаете У меня Человеков много И они все Хорошие Красивые И классные Да И вот Что-то Бывает Меня Бес путает Так Страх защищать себя Уже есть свой Ребенок Почему Страх защищать себя Странно Нет Скорее всего Вам не нравятся Действия Которые Нужны Чтобы Вы защищали Себя Ну как-то Надо Все равно Ну непонятно Так Давайте Так У нас Мальчиков Мамы Берегут Сюсюкают А девочек Жестко Давай Делай А то Замуж Не возьмут В каком-то Смысле Да То есть У нас Просто Нет понимания Как воспитывать Мальчиков И девочек То есть Ну во-первых Надо понимать Что мальчиков Должен воспитывать Папа Мама туда не лезет И стоит Тихонечко Там А у нас Давайте так Ну Смотрите Ну рождается Мальчик Он идет Куда В садик Где кто Воспитательница Правильно Женщина Женщина Она им Командует Блять С детства Потом Он идет Куда В школу Где Из мужчин Там Трудовик И физкультурник И это В лучшем Случае Бывает Физкультурник Женщина Это вообще Пиздец У нас Я помню Была Физкультурник Женщина Мы там Чуть Не застрелили Ну это реально Дичь какая Ну очень тяжело Она тебе Команды Отдает Как в армии Ты на это Смотришь Ну там Как бы Ну короче Печаль Вот И физкультурник С трудовиком Бухают Как бы А все остальное Женский коллектив В школу Вспомните И Конечно Как они Воспитают Нормального Мужчину Да никак Вообще Ну это Просто Невозможно Я уже молчу Одно Вот эти вот Истории Там А ну сел А ну что Ну нельзя Так разговаривать С мальчиком Потом Женщины удивляются Почему Вырастают Обдолбосы Какие то Естественно А кто там Ну реально Мог Ну я Я условно Сереж Я же Ничего личного Я все время Забываю Что у меня тут И физкультурники И трудовики И кого только нет Ну Поймите Понимаете Нарушена В принципе Вот эта Идея С воспитанием То есть Вы должны Понять Что Вот мальчика Как нужно Воспитывать То есть он делает Какое-то полезное Действие Да И за это Его что Хвалят Ему дают Понятие Понятие того Что он герой Что он молодец Кристина Спасибо вам большое За подарочки За поддержку Вот То есть А у нас Ты должен И у него падает Мотивация И все остальное Девочек Точно так же То есть Их кто воспитывает Женщины Их воспитывают Женщины Которые командуют Другими Людьми И в том же И теми же Этими самыми Мужчинами И они Да А ну давай Иди туда Сюда Потом удивляются Почему девочка Оргазм не может получить Почему у нее Кисты какие-то Образуются Постоянно Там внутри Знаете Почему женская болезнь У них Одна на другой Там вот такой Сука Многотомник Энциклопедии Понимаете Ну потому что Все это Ушатывается С раннего детства Понимаете Ну и соответственно Неправильное Воспитание Это Огромная проблема И потом Это люди Тащат за собой И нужно Много времени Чтобы Это все Как-то То есть Вот у мужчины Понятие Вот мужчина Не должен Привязываться К женщине Ну вот классика Да Женщина хочет Чтоб он К ней был Привязан Но как только Он к ней Привязывается Все Пизда Отношения Разваливаются Сразу Ей становится Неинтересно Ну девочки Ну согласитесь Вы все Хотите Чтобы Мальчики Да Вам Ну Уделяли Там все Свое время Чтоб он Меня там Все Вокруг меня Летал Как этот Как только Он начинает Это делать У вас Пропадает Интерес И это Нормально Просто Мы не Понимаем Ну нам Вложили Ложные Вот эти Идеи Что надо Этого Хотеть Да не Надо Этого Хотеть Оставьте Мужика В покое Пусть Он Занимается Он Должен Мужчина Заниматься Своим Делом Все У него Там Какие То Свои Дела Мутки Там Он Я Не Знаю Там Оружием Торгуют Он Значит Лошади Коней Воруют Кокс Перевозит Там В себе Понимаете У него Свои Какие Там Задачи У него Да Есть Женщина Он Любит Он К ней Приходит Периодически Дает Ей Там Щебрики Да Значит Шекеля Отстегивает Вот Делает Ее Счастливой И Дальше Уходит Куда То Так Сказать В Поход А Она Радостная Сидит И Знает Что У нее Такой Сильный И Красивый И Умный И Красивый И Все У него Есть Понимаете Но У нас же Опять же Мужчина Зависит От Того А Что Скажет Женщина Он Начинает К ней Привязываться Типа Она Моя Муза И Все Остальное Откуда Эта Херня Идет Из Школы Из Маминых Воспитаний Йося Давай Маму Не Обижай Ты Шо Маму Хочешь Расстроить Йося Ты Поц Понимаете Точно Так же Учительница Все Должно Быть Как Говорит Учительница Да Схера Ли Все Должно Быть Так Как Ты Говоришь Ты Шо Бля Ты Посмотри На Себя Животное Ну Реально Я Вспоминаю Некоторых Не Всех Но Там Была Парочка Таких Что Ее Не то Что Слушать Ее Вообще Изолировать Надо Было От Детей От Общества Отправить Ее Куда Нибудь В Заповедник На Мадагаскаре Понимаете А Она Детям Преподавала И Мальчики С детства Ну У детей Неокрепшая Нихрена Психика Их Нужно Было Ну Понимаете Как Пластилин И Че Вылепили Из Пластилина Что Ты Должен Быть Зависимо От Мнения Женщины Мнение Женщины Девочки Вот Когда У вас Вот Тоже Реально Но Согласитесь Вы Когда На Нервах На Каких Там У вас Истерика Еще Какая Херня Гормон Скаканул Да Вы Вообще Не В Нервах Все И Все Потом Ой Ну Понятно Что С кем Не Бывает Только Потом Ж Понимаете Ну Есть же Моменты И И Вот Ну Эти все Вещи Да Их Все Надо Понимаете Изучить И Надо Во Всем Это Разобраться И Да Должны Правильно Пишет Брюс Вайн Раздельно Воспитывать Кин Нахрен Общие Классы Общие Школы Я Сколько Раз Об этом Говорил Я Лично Страдал У меня Я думал Хер Отвалиться Просто В этой Школе От Постоянного Стояка Понимаете Когда я Вижу Вот Они Ходят Сидит Она Передо Мной На Передней Парти А там Еще Окошко Открыто Вечерочек Дует И Волосы Вот Так Вот Я Представляю Как Я За эти Волосы Вот Так Вот Сука Понимаете Я Сижу А мне Учительница Говорит Про Синусы Мне Рассказывают Про Котангенсы Да Я Рот Шатал Твой Котангенс Я Хочу Вот Я Хочу Синус Тригонометрию Хочу Изучить Прямо На Этой Парти Можно Даже При Вас При Всех По Херу Понимаете Издеваются Над Детьми Ну Натурально Издеваются Это Жутко Девочки Что Же Самое Такая Же Фигня И Вот Ну И Это Все Приносит Такое Потом Мы Удивляемся Почему У Нас Вот Проблемы Да Там В личном Еще Где-то Да Блин Опять же До какого-то Определенного Момента Вообще Девочек Мальчикам Показывать Нельзя И наоборот Понимаете Ну Нельзя Ну Потому Что Хреново Это Закончится Девочки Например Ментально Намного Сильнее Мальчиков Девочка Одним Словом Может Мальчика Уничтожить Понимаете Они Вот Вместе Не знаю Условно Говоря Там Где-нибудь В пионерском Лагере Девочка Увидела Мальчика Писюн Говорит Ой Какой Крохотный Все Мальчику Абзац У мальчика Комплекс На всю Жизнь Она Вообще Не специально Она Уже И забыла Через Пять Минут Что Она Видела И Что Она Сказала По Этому Поводу В Да Так Реально Ну Сколько Такая Херня Бывает Да Что Вот Реальная История Когда Человеку Вот Я Девочку Одну Знаю Она Боялась Целоваться Знаете Почему Потому Что Она Поцеловалась В школе С мальчиком И Потом Я Уж Не Помню То Ли Рассказал Кто То Ли Она Услышала Что Якобы Она Хреново Целуется Мальчик Этот Сказал Все Вот На тот Момент Сколько Было Я Не Помню Что Лет 19 По Моему Она До Усрачки Этого Боялась Все У меня Губы Не Такие У меня Там Рот Не Такой Язык Не Такой То Не То Не То Вот Вам Тоже Вот Пример Понимаете Поэтому Да Надо Это Все Изучать Надо Этим Всем Заниматься И Это Не Простой Процесс Это Не Быстро Это Не Ну Это Надо Вот Понимаете Так что Друзья Как-то Так Ну Шо Котики Мои Будем Потихоньку Подвязывать На Сегодня Вот Было Нам Сегодня Хорошо И Интересно Весело Хуечило Да Ну Моей Дочери Сказали Что Поцелую Беременность Или Доказала Образ Да Было Очень Интересно Спасибо Брюс Вайн И Спасибо Вам Всем Друзья За то Что Цените Мой Труд Да Знаете Я себе Напоминаю Сейчас Какого То Я Что Хотел Сказать Что В Ближайшем Будущем Да Будет Закрытое Сообщество Это Будет Телеграм Канал Да Я Всех Туда Приглашу Ну Как Я Ставлю Ссылку Все Это Все Это Сделаем Мне Надо Просто Додумать Это Все Еще Немножко Переварить Я Знаете Похож На Какого Продавал Который Пытается Прогреть Аудиторию Да Знаете Когда Придумал Что Хорошее И Правда Хочется Что Немножко Прогреть Вот Ну Все Сделаем Все Сделаем Все Будет Нормально Барыгу Да Барыги Поехали Когда Я Его Сделаю Проще Простого Ладно Все Друзья Короче На Сегодня Всем Большое Спасибо Огромное Спасибо За Подарки Спасибо Большое За Ваши Лайкосики 82 тысячи За два с половиной Часа Это Далеко Не у Каждого Я Вас Уверяю Очень Вам Благодарен За Это Кто Забыл Подписаться Подпишитесь Обязательно Сверху Слева Вот Кто Смотрит Записи На Ютьюбе Тоже Зайди По Ссылочке В описании В Тик Ток Подпишись А то Мало Ли Что Вот Соответственно Да За Подарочки Ваши Также Спасибо Сегодня Поприлетало И гуси И пчелки И кого Там Только Не было И сурикаты Вообще Ну Просто Космос Какой Да Саша Тебе Спасибо За твою Работу Я Видел Там Ты Сегодня Минимум Одного Человека Вальнул И Судя По Всему Правильно Сделал Вот Потому Что Бывает Я Кстати Так И Не Видел В Очередной Раз Что Там Писали Ну Наверное И Хорошо Я Каких-то Дебилов Не Вижу Да Всем Мира Всем Добра Всем Любви Всех Обнял Всех Люблю На Связи Друзья Мои Пока Пока